Приветствуем вас, наши дорогие зрители, на юбилейном будет юбилейный 42-й выпуск! Ну потому что, блин, ковчеги, катаны началось! Ребята, ваштор Аркифейн, Абадон, наш с вами прекрасный Лайон Эль Джонсон! Мы пересмотрели всякий, блядь, порно и болтер, извините за мат. Мы пересмотрели, чё там ещё? А, неважно, короче. Мы смотрели почти всё, что было у ГВ. Выпуск, возможно, выйдет, если мы сильно не будем грубить по политике и с матом. Да, что спорно? Возможно, он выйдет на ютубе и вконтакте, ну вконтакте, блядь, как-нибудь я ещё про контакт скажу. Это боль, конечно. Ну вконтакте будет в длиннюю очередь. Теперь, после того, как они меня это... Там, ребята, я вам скажу страшную новость. Это будет слив один из главных директоров ВОВКонтактика. Он узнал, где живёт Евгений. Он прокрался к нему, как говорится, домой и насторал прямо ему под дверь, ребята. Это было просто ужасно. Ну зачем ты сразу сказали? Ну и что, ладно, всё, теперь о плохом хватит. Новости ЧВК Вагнер не будет, потому что нас ютуб забанит. Да, 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 да. Всё, ребята, начинаем. Как бы вы сюда пришли за одним, вы сюда пришли за ковчегами. Итак, наши добрые зрители, вот он, ребята, Абадон. И мы начинаем. Видение. Галактика горит. От дальних миров сектора Ухилис до кошмарных вурдалачьих звёзд. От одного покаяния до... Господи, от одного, от одинокого покаяния до окровавленных систем Скаруса. Война бушует в каждом мире с момента возникновения великого разлома. Виды были ввергнуты в отчаянный конфликт, как никогда прежде. Час настал, воистину тёмный, такой тёмный, каким он никогда прежде не был. И вот, ребята, пророчество, вокруг которого на самом деле завязаны вообще все ковчеги. В моих снах небо пылает. Звёзды горят достаточно ярко, чтобы заглушить тьму. Вокруг сердце моё прыгает при виде их света, и я плачу. Чувствую такую надежду. Но потом звёзды начинают умирать. Они угасают, затухают. Одна за другой. Они сгорают и рассыпаются в пепел, который падает толстым слоем окиснек. Он всё падает и падает на моё перевёрнутое лицо. Он смешивается с моими слезами. Надежда превращается в ужас. И когда я провожу пальцем по щекам, на них остаются мазки тьмы, кои обжигают мою кожу. Я опускаюсь на колени средь пепла. Я знаю, что это конец. Конец всего. Для меня. Для мира. И в этот момент меня охватывает внезапное откровение. Я могу это остановить. Я открываю глаза, отрывая их от умирающих небес. И я копаю в ужасе от осознания, что начал слишком поздно. Что-то лежит под пеплом. Что-то было спрятано глубоко. Что-то, способное остановить угасание звёзд. Мои иссечённые пальцы раскрывают узор в пепле. Я вижу намёк на печи и кричащие рты, цепи и молоты. Ну, это, ребята, сам ваш штор Аркифейн. В их сердце стоит фигура с глазами из горящего пепла. Она поворачивается, ужас охватывает меня, и я копаю вновь. Ещё одна фигура сидит ниже первой. Крепость, мощная и могущественная, но изрезанная зверями, бушующими на её стенах. Снова пепел пляшет пред глазами, пробегая по пепельному бастиону, аки трещины. При тем, как изображение рассыпается, эти светящиеся линии гари образуют форму багрового левиафана. Ну, это, ребята, наш с вами Ангрон. И надо мною звёзды умирают и угасают, но я копаю. Я вижу, как пепельный лес растёт и вянет, и вновь растёт. Я вижу, как древний рыцарь преклоняет колени на этом поле боя и плачет золотыми слезами. Я вижу круг внутри круга, что внутри круга, который смыкается вовнутри круга. Он не спадает всё глубже и глубже, пока в его сердце не остаётся ничего. Свет слабеет, а я всё ещё копаю. Я не могу опоздать, и вот, наконец-то, я нашёл его. Ключ. Уродливая штука из латуни, кости и камня. Его ржавая поверхность горяча. Она обжигает мои кровоточащие пальцы, но мне всё равно. Я должен покончить с этим. У ключа должен быть замок. Даже когда сон начинает исчезать, я чувствую это, что мой взгляд возвращается к пустому небу над головой. Я не хочу смотреть, но я должен. Звёзд остаётся так мало. И когда они сгущаются вместе, они превращаются в одну обжигающую точку, квинтэссенцию, абсолют света, столь яркий, что мои глаза высыхают и горят. И вот, наконец-то, своими руками я нахожу замочную скважину. И вот, когда моя дрожащая рука поднимает ключ ввысь, меня охватывает иной страх. А что было заключено во тьму, что я открою? Мои сомнения удваиваются, и я внезапно чувствую, как будто бы меня используют. Но теперь сон овладевает мной, и я не могу сопротивляться. Ключ скользит в замок, пылающий светом умирающих звёзд. Он поворачивается, и пламя охватывает меня. Я просыпаюсь с криком. Ногти вырваны из моих распухших пальцев. Алые слёзы заливают моё чело. Но иногда мне кажется, что эти сны, они прекратятся. Что они более не придут ко мне. Но это ложь. Я вижу их снова и снова. Стоит моим глазам сомкнуться. И вот, ребята, это как раз-таки то самое пророчество. Ну, короче, этот рыцарь, да, что преклонил колено, это лев. Лёвыч наш с вами прекрасный. Из пепельного леса. Там это, когда падают звёзды на лицо, я думаю, ладно, хоть не садятся на лицо. Когда он плачет золотыми слезами, ладно, хоть не золотой дождь. А это, кстати, то, что он плачет золотыми слезами. Это вот спойлер к пятой книге, но мы про неё пока говорить не будем, но попозже. По поводу того, что это за звёзды, которые все они гаснут, но тут, ну, как бы, ну, сходятся к одной звезде. Это император. И император, это и есть, как бы, умирающая звезда. И ключ, который опускается в замок, это тоже всё не просто так. Ключ опускается в святая святых нашего прекрасного императора. Но об этом тоже, ребята, это пятый, как бы, том. Мы до него ещё дойдём, и когда дойдём, всё объясним, всё проспойлерим. Ну, а пока, ребята, Абадон, Аркс оф Омэн, начало. Ну, чё, Женечка? Ну, это, как бы, вот это пророчество-то его кто получается? Его же Абадон слушает. А вот это самое интересное. Давай я, наверное, с самого начала. В телерадиоэфире, да? Почти. В телерадиоэфире, потому что говорит ему об этом пророчестве Ваштор. Как сам Ваштор это услышал, вообще непонятно, даже намёков нет. Ну, то есть, как бы, всё, что нам известно, это пророчество говорит один из имперских, скажем так, ну, дескать, кто-то вроде вот этих святых медиумов, который находится среди отшельников в изгнании, и постоянно его мучает один и тот же сон. Он как-то там, знаешь, настроился на волну императора, и император, он радирует, он пытается сказать то, что «Пацаны, блядь, пиздец в скором времени будет, спасайте!» Но, к сожалению, его никто не слышит. Сам же, непосредственно говоря, Абадон, ты был абсолютно прав, ему об этом рассказывают. Причём рассказывает не абы кто, а Ваштор Аркифейн. Там, в самом начале кампейна, короче, у нас примерно следующее. Абадон. Да, Абадон стоит, причём он не просто стоит. Он там находится в такой, в таком, знаете, чёрном колодце. В этом чёрном колодце идёт восемь обсидиановых пилонов. К каждому пилону прикован какой-то там псайкер. Это несчастный. Да, не просто несчастный, это псайкер, душу которого изнасиловали демоны. Причём самые страшные демоны. Там, как говорится... Самым страшным образом. Самым страшным образом. Там, как говорится, даже Азик Ариман не стал бы связываться с этими демоническими сущностями. И эти демонические сущности, они в реальном времени начинают голограммы проецировать на кровавой пентаграмме, в центре которой стоит, как бы, сам Абадон. Абадон, типа, говорит, покажите мне. И вот они там показывают Нахмунд Гаунта, с которой он ушёл, там, сбежал. Вот они там ему показывают всех примархов. Про это ещё поговорим. Да, кстати, Нахмунд, надо будет сказать. Там такая хорошая, это был эпизод, где показывают, как там у Фулгрима какое-то жёсткое гачмучило выйдёт. Да. Выключите это говно. Так там буквально описывается то, что Абадон такой, у него лицо сначала мерзостью, отвращением, но он всё ещё смотрит на это. И такой, с ним надо будет разобраться. Как он хочет разобраться с Фулгримом, я не знаю. Вот, там показывают Магнуса, который вокруг себя. А там Магнус во время Псайкингс Овэйкенинга, он как бы немножко, скажем так, немножко разжирел Магнус свою планету. Вы сейчас не смейтесь, у него планета называется Сортиариум. То есть почти как Сортир. И он свою планету Сортиариум вырвал из объятий Варпа и пригнал её в реальный мир. Короче, Абадон это, листает телеграм-каналы. Да, Женя, это важно, дай быстро скажу. Там, короче говоря, она сейчас горит как астрономикон, только на этот астрономикон его видят Псайкеры. И все Псайкеры туда слетаются. И их просто Магнус в жертву приносит. Он там видит этого Мортариона, то, что Мортимер там что-то делает опять. Ну, блин, это Мортимер. Вот, короче, видит всех. Видит абсолютно всех примархов. Ему всё это не нравится. Он сокрушается по поводу того, что его собственные, как бы, генералы, они разбрелись от него. Они разбежались, сказали то, что... Теперь мы это остановимся. Я скажу важное. Потому что большинство людей, с которыми я общался, которые в Вархаммере, ну, вообще не читают особо, но интересуются, как бы это... Для них Вархаммер остановился где-то в районе, вот как это, Кадья Пала. Желеман куда-то полетел. Вот Абадон там эти... На Кадью обрушил всё, что только мог. А дальше, вот, собственно, мы уже пришли к тому, что Лев воскрес. Примерно. Ну, я скажу предельно откровенно. Ребят, с этого момента прошло 7 лет. За эти 7 лет было всё. Были чумные войны. Нет, 7 лет у нас в реальном времени прошло. В Вархаммере прошло 40 лет. И за эти 40 лет, блядь, было вообще всё. Получается, что сейчас, то есть, если ты рядового человека спросят, что было, он тебе вообще ничего не скажет, что он просто вот, Желеман воскрес. Потом что-то там было, там, Тираниды, Мухрю, и вот уже Лев воскрес. Слушай, Жень, если сейчас просто-напросто рассказывать... Вообще, диспозиция, смотри, диспозиция, просто диспозиция для наших самых маленьких слушателей. Что у нас произошло до вот этого кампейна? То есть, как Абадон пришёл-то вот туда, где он сейчас находится? То, что у него все разбрелись, сам он немножко помятый. Об этом ты тоже скажешь. Слушай, давай, давай я прямо сейчас об этом скажу. Из-за того, что у меня родилась, у меня есть идеальный план, как это сейчас можно сказать. Значит так, ребята, здесь идёт книга, которая называется The Devastation of the Baal. В этой замечательной книге император, понимая то, что пиздец гребе, ну как бы грядёт, он берёт и накачивает сангвиния. Да, ребята, сангвиния жив, просто он в варпе летает. Вот, он накачивает сангвиния своей магической моджо-силой. Сангвиния, ребята, появляется перед, собственно говоря, рилм-ворлдом нашего Кхорна. То есть там, где Великая Китайская Стена, там, где гигантские вот эти вот черепа, континенты, слэш-планеты, слэш-миры. Вот, он появляется там, просто машет своим клинком и рассекает рилм-ворлд Кхорна на две части. У Кхорна, чтобы вы поняли, ну, чтобы вы поняли, Миша, чтобы вы поняли, если разрезать рилм-ворлд, ты как бы ранишь бога. Потому что сам бог это неотъемлемая часть. Бог находится, ну, как бы сам Кхорн, во всех своих самых меньших проявлениях. То есть даже в любом, как бы, самом маленьком демоне находится частичка Кхорна. Но сама его квинтэссенция, это именно мир, в котором он обитает. И вот, это буквально рано самому Кхорну. Кхорн начинает реветь. Если до этого вся сила четырех богов была сконцентрирована только на Абадоне и на том, что Абадон должен был идти вперед. Вот из-за гамбита императора Кхорн, а он тогда был сильнейший в великой игре. Там тоже надо уточнить, что у богов хаоса, у них проходит своя собственная великая игра. Боги хаоса, они не единые, по сути. Они все время друг друга пытаются это подсидеть. Кто-то из богов варпа становится сильнее. Другие боги варпа против него. Ну, блин, слушай, прям как у нас политика. Другие боги варпа начинают его, скажем так, бить, для того, чтобы он сдулся. Четыре крупные монополии. Пятерочка там. Да, магнит, светофор. И никто из... Все они, в принципе, поделили поляну. Вот. И в этот момент у одного из этого... Причем у самого крупного. Ритейла, да. У самого крупного ритейла случается маленький этот... Аврал, блин. Аврал, да все склады пали. И вот, собственно говоря, Кхорн начинает. Он там все свои силы сразу же бросает на Сангвини. Сангвини летит вперед. И летит сначала на звезды Баала. Тем самым он там очень быстро разворачивается. И, ну, как бы, Кхорниты, они не успевают нормально выйти для того, чтобы убить Бладов. Там Сангвини он даже Бладам помог, потому что на Бладов тогда нападают тираниды. И тираниды должны были Бладов, ну, как бы, вообще полностью убить. Там был флот Улей, Кракен. Но появляются демоны Кхорна, которые появляются там буквально на пару часов. И они просто сносят вообще всех бедных наших тиранидов, которые находятся в космосе. После чего они разворачиваются и летят за Сангвинием. Сангвини летит на Армагеддон. На Армагеддоне он, как бы, разворачивается и летит на Теру. На Армагеддоне появляются демоны. Кхорн уже все, но он негодует. Он не смог сжечь Баал, потому что времени было мало, и он преследовал Ангела. На Армагеддоне, когда он появляется, орки и люди объединяются. И с саными тряпками демонов обратно закидывают в обсидиановые врата, из которых они появились. Так вот, все это очень плохо, скажем так, сказывается на нашем Кхорне. Кхорн нападает прямо, ребята, того на Теру. Конкретно описывается сражение на Тере в книге «Хранители трона. Легион императора». Там просто кустодианцы, 10 тысяч кустодианцев выходят против нескончаемых легионов демонов. При всем при этом, ребята, как мы потом узнаем, император не сидел, как говорится, без дела. Император уничтожил свою собственную полую гору. Это называется «Этерна Ноктис», или же «Ноктис от Этерна», то есть «Бесконечная ночь». Император 33 дня выключал астрономикон. Почему? Потому что он превращал астрономикон в черную дыру. После того, как он превратил ее в черную дыру, это в книге «Полая гора», он протащил ее через половину терры, засунул ее в тронный зал, сожрал, встал с трона. Да, ребята, император встал с трона. Об этом говорится в «Хранителях трона» как раз-таки. Только уже в следующей книге «Тени регента», когда сам Троян Валорис говорит то, что трон просто с императором пропал. И император пошел пиздиться с богами хаоса для того, чтобы стянуть кровоточащее очко галактики. И у него получилось. И это только часть событий, которые происходили. Потому что после этого у нас прилетает Робаут-Жиллиман. 33 дня абсолютной ночи заканчиваются. И Жиллиман начинает строить как бы инициативу «Эндомитус». Инициатива «Эндомитус» или же «Необоримый крестовый поход». Это не один крестовый поход. Это изначало три, ну в самом начале это три великих крестовых похода. Хоть пояснить, что в это время галактика разорвана на две части. В одной части более-менее связь работает, в другой все плохо. Империум Санктус и Империум Нихилус. У меня, кстати, есть карта, я сейчас даже ее покажу. Вот, галактика просто действительно, как бы Женя абсолютно прав, она разорвана на две части, кровоточит, всем все очень плохо. И в Империуме Санктусе... То есть все, Римская империя треснула напополам. Да там даже больше, чем напополам, потому что Империум Санктус тоже кое-как стоит. Там в арт-шторме везде появляется. Не, но все равно напополам, то есть у нас две типа это есть. Ну да, как бы, именно вот так, если грубо говорить, то действительно напополам. Вот, показываю на карте, ребята. Вот у нас Империя, так это, сегментум ультрамара. Вот он, Империум Санктус, и вот он, Империум Нихилусы, ребята, идет. Вот, собственно говоря, The Gathering Storm, который разорвал галактику просто на две части. Как вы можете увидеть, здесь еще раскрылась до хрена варп аномалий. Везде демонические вторжения, полная жопа происходит. Ребят, то есть, как бы, Жень, если нам сейчас все это говорить, это банально слишком долго. В это время Абадон. Вот давай просто к этому, мы сейчас к Абадону уже все... Абадон, все, Абадон в жопе. У него просто армия берет и разбивается, потому что Мартарион, который должен был быть... У нас еще есть, там был до этого кампейн Виджилус. Нет, Виджилус после этого случился. С самого начала, как все было, вот, кстати, Виджилус, если что, вот он. Вот у нас Кадия, и вот Виджилус. Что такое Виджилус? Все сейчас расскажу, это целый кампейн. Короче говоря, у нас что происходит? Полное дробление сил Абадона. То есть, у него остается костяк. Черный легион. В районе где-то 200 тысяч космодесантников. Страшная сила, действительно страшная. Только напало туда, напало на Кадию примерно около миллиона. То есть, там вообще, там был полный кошмар. Там были гвардии смерти. Ну там, где было? Там было, короче, то ли 700 тысяч. Это больше, чем в этот Великий Крестовый Поход. С чего это? Не может такого быть. С чего? У нас только Робаут Жиллиман, блин, имел 250 тысяч. У Робаута Жиллимана было 250 тысяч. У гребанных несущих слова было больше, чем у Робаута Жиллимана. У них 300 где-то было. Ну, короче, вся армия императора была примерно подлям. Ну вот, там как бы у нас полная жопа. Сколько еще было варп-банд, которые предали императора. Ну, как бы они отреклись от света. Да, и, собственно говоря, перешли под баннеры Великой Четверки. Короче говоря, полная жопа происходит и полная смерть. Силы Абадона начинают разваливаться. Гвардия Смерти вместе с Мартарионом, потому что Мартарион это, в принципе, знатный и альтернативно одаренный, как бы, дегенерат. Они убегают в сегментум Ультима и пытаются ее утянуть под, собственно говоря, под реальность в варп. Это событие, ребята, там сражение Fates of the Conor, сражение за судьбу Конора, великие этот, великие плагворсы, которые бушевали 15 лет. Ладно, это мы общие восками. Гвардия Смерти бушует на сегменте Ультима. Именно. Абадон остался где? Сейчас я быстро того расскажу, Жень. Слушай, альфа-легионеры предают все живое. Повелители Ночи убегают вместо того, чтобы продолжать сражаться, как бы, на периферии. Они же, как бы, жопошники. Они просто убегают куда-то вот вглубь Нихилуса сражаться. О них больше никто ничего не знает. Контингент Повелителей Ночи среди, как бы, слуг Абадона сейчас самый маленький. У Абадона есть правая рука в виде, там, великого чемпиона из Повелителей Ночи. Но у него мало воинов. Это факт. То есть, в принципе-то, Повелители Ночи они даже не принимали участие. Фулгрим пошел вообще в разнос. Он так же, как и Повелители Ночи, пошел, как говорится, кого-то там сношать. В общем, медленно, но верно, основной кулак Абадона распался. При всем при этом, инициатива Эндомитус, она своего добилась. Потому что Примарисов, а тут, да, ребята, еще одно нововведение. Оказывается, то, что 10 тысяч лет Империум не просто так лежал и деградировал. Был некий... Примариуса все знают. Их там этот кол... Общими мазками. Был Архимагас Велизарий Доминус Кол, который создал, как бы, того, новую породу спейсмаринов, которые сильнее, больше, быстрее, член у них длиннее на 25%, чем у обычных карланов. И вот, собственно говоря, оказалось то, что только на одном Марсе их было в районе где-то 200 тысяч. Как мы знаем из книги «Мостящий сын». Это самая первая книга из цикла «Рассвет огня». Вот. Потом оказалось то, что Велизарий Кол... Жень, ты сейчас только главный, не смейся. Велизарий Кол, короче, он наштамповал этих Примарисов, наверное, где-то миллион. И он их просто раскидал нахрен по всей галактике. Это пиздец. И там, короче говоря, Кол... Сейчас с таким числом можно взять там уже соседнюю галактику. Да не получится, потому что того, как бы, галактика-то она большая. Можно даже об аддону еще отсыпать и сказать, давай это мы тебе дадим, чтобы веселее было воевать против тебя. И будет нормально тоже. Ой. Так вот, идем дальше, идем дальше. И, собственно говоря, сам наш, как бы, Жиллиман, он начинает строить инициативу, как бы, Эндомитус, для того, чтобы она проходила прямо по вот этим вот самым жирным точкам, где у него, дескать, были вот эти стазис, стазис гробы, где прятались Примарисы. Так вот, один из крестовых походов сразу же летит на Кадию, чтобы пытаться их остановить. В него входит 65 тысяч Примарисов и, собственно говоря, сколько-то там еще контингент Великой Готической Армии. То есть там у нас идут Империал с Нави, Империал с... ну, как бы, Имперская Гвардия. Короче, весь Милитарум, вся машина непосредственно Империума, некий ее чай... Ну, как бы, некая ее часть. Она летит на Кадию пытаться остановить Абадона. Все, блядь, вздыхают нахрен просто. Но свое главное делают дело. Они ударяют прямо по щам Абадону. Тут надо сказать то, что, ребята, войны идут просто апокалиптические, чтобы вы понимали. Потому что при всем при этом, разумеется, Жиллиман, он дробит свои силы, потому что по-другому он не может. Он дробит свои силы. Он делает инициативы торча биреров, несущих, ну, там, факелоносцы, несущие свет, для того, чтобы поддерживать ордена. Потому что только ордена сейчас могут более или менее... Очень, грубо говоря, он насыпает в ордена примарисов. Да! Причем он, можно сказать, отменяет на время стандартный шаблон, то, что может быть только тысяча космодесантников. Он говорит то, что вот, если к вам приходит, у вас, допустим, там, 500 космодесантников, а к вам пришло тысяча примарисов. Вы, как бы, можете спокойно функционировать. Просто собирайте геносемя, но пока, как бы, скажем так, скаутов, неофитов не делайте. И как только у вас начнет число падать ниже тысячи, сразу же начинайте штамповать. И вот, собственно говоря, идет полный замес. Я даже говорить не буду о великом крестовом походе к Винтусе, который тоже был под эгидой Эндомитус. Женя, там просто охрененно 2000 альфа-легионеров убили 40 тысяч примарисов. Они их просто резали. Абадон, он вынужден разбить свои силы, чтобы отбиваться от крестового похода, который его за жопу укусил. Чтобы хвататься за сферы влияния, которые у него из рук начали высыпаться. И чтобы захватить Виджелус. И вот мы тут приходим на Виджелус. Виджелус это хрестоматийный мир, который нам необходим. Он находится на перчатке Нахмунда. Чем это вообще, в принципе, уникально? Тем, что у нас нет никакой связи между Империумом-Санктусом и Империумом-Нихилусом. Вообще никакой. Они друг с другом не общаются. И только Виджелус это единственный безопасный переход. То есть ты можешь, условно, взять 100 космических кораблей, пропустить через Великий Шторм. Там, может быть, может быть, один из ста долетит. Может быть. Но, как правило, никто вообще не долетает. Вот. А он, когда долетит, он все равно будет отрезан. То есть ему придется лететь обратно. И на обратном пути он точно умрет. Астропатические сообщения через Великий, ну как бы, разлом не проходят. То есть, как бы, ты даже не можешь узнать, есть ли там галактика или нет. Ученые Империума начали считать, пока там их Жилиман не осадил и сказал то, что с ними все нормально. Ученые Империума вообще считали то, что Империума-Нихилуса не существует. Что он полностью упал в варп и это просто его отражение. Его, дескать, нет, это мираж и нам надо про него забыть. Половины галактики у нас нету. Жилиман сказал, вы все врете, как бы, я все знаю, все есть. Так вот, Виджилус, он уникален. Потому что только через Виджилус ты можешь нормально перелететь через Империум-Санктус в Империум-Нихилус. И тут началось. Говорить о том... Короче, Виджилус это такой межгалактический просак между полной жопой и женскими половыми органами. Кстати, очень хорошо сказал. Шутку это фильм этот, жмурки, мы его порекомендуем сегодня. Кстати, да, фильм очень хороший. Там была шутка про просак. И про то, что это такое, скажем так. И, соответственно, это место становится местом... Ну, как бы, интереса. Типа такой мини-новой кадии, где можно ходить тудым-сюдым. Ой. А значит, это место... Тот одержит коммуникацию, тот это... Да нет, Жень, тут прикол-то в другом. Потому что хаоситам-то похрену вообще на Виджилус. То есть прикол заключается в том, что хаоситы могут в любом раскладе, они просто могут взять и перелететь через The Gathering Storm. То есть это... Нет, ну я понимаю, но это смысл, чтобы лоялистам держать. Это только для лоялистов. Да, это только для лоялистов. А, нет, но если хотите, перекрывают его, то лоялистам это журнал. Да, и они... Короче говоря, просто-напросто никто не хочет, чтобы в империуме Нихилусе снова начала централизовываться власть. Потому что его сейчас грабят. Паша, тут идет воровской ход, пускай и так и будет. Блин, Женя! Никаких этих ваших конституций, там, демократии придумали. Вот. Короче, Виджилус, его... Про Виджилус можно долго говорить. Это прекрасный вообще кампейн, который мне дико нравится. Во-первых, Виджилус... Там Толгар умирал 500 раз, нет? Ой, он там два раза сдох. Ну, это, кстати, забавно, я про это скажу. Так вот, если грубыми мазками... Грубыми мазками. На Виджилусе был добрый искусственный интеллект, который охранял само человечество там на протяжении 20 тысяч лет. Все с этим искусственным интеллектом было нормально. Пока медленно, но верно он не начал понимать, что за 20 тысяч лет у него энергоячейки как бы сгорают. Сам, в принципе, искусственный интеллект и назывался Виджилус. И, собственно, сама планета, это на самом деле ее назвали как бы древние люди в честь системы, которая ее защищала. Система искусственный интеллект Виджилус, бдящий. И вот, как бы этот искусственный интеллект был добрый, но к нему прилетают... Как ты думаешь, кто? Кто прилетает к искусственному интеллекту? Механикумы? Нет. Темные ангелы, причем фолины. И говорят ему то, что мы всегда знали, что ты здесь. Братик, смотри, зачем тебе служить людям? Зачем тебе служить, как говорится, того низшим существам? Ты же умираешь, у тебя уже все. Аккумуляторы, батарейки садятся, дюрасел. А мы тебя подзарядить можем, мы тебе поможем. Все будет охуенно. Уничтожь флот лоялистов, который защищает, непосредственно говоря, Vigilus. И мы тебе все сделаем. Но искусственный интеллект... Вы пока не договариваются с искусственным интеллектом те, кто там из людьев бдит, они как бы это похер, ничего. А никто не знает о существовании Vigilus. Там, короче, Vigilus, это вообще отдельно. В центре самой планеты Vigilus находится пустыня. В центре этой пустыни гигантская бесконечная буря, которая бушует электромагнитное. В центре этой бури охрененная циклопическая, ну вот как бы сказать, цитадель. Причем, которая защищена такими сумасшедшими полями. Что как там описывается, даже если звезда умрет, скорее всего, как бы, Vigilus'у нихрена не будет. То есть, как бы, эта фигня останется существовать. Вот. И механикусы вообще не знали о существовании этой штуки. Потому что, когда они пытались изучить, что находится в центре песчаной бури, у них просто аппаратуру выключало. Вот. И, как бы, у тебя будут вопросы, как туда добрались темные ангелы. Я, блядь, не знаю. Но добрались, смогли. А вот так. Да, вот так. При помощи магии и дружбы. Параллельно пока... При помощи магии и этого писательского мастерства. Давай уж будем нормально говорить. Ну, блин, ну, кампейн нормально написан. Но я его комедийно все-таки перескажу. Так вот, в этот самый момент, ну, как бы, момент. Это, кстати, классная, классная такая зарисовка. То, что Жиллиман, он все еще, как бы, гачимучится голый с Мортарионом. И он такой, у меня нет времени на Абадона. Кто такой Абадона, кто такой я. Так что, Марней Калгар, пойди там того, пусти немного Абадона. И Марней Калгар такой, ладно, хорошо. Марней Калгар прилетает на Виджелус. Везде жопа, везде разруха. Там еще Эльдары бегают. Причем, как темные Эльдары, так и светлые. Темные Эльдары. Слушай, я вспомнил, мы с тобой разбирали его. По-моему, да. Да. Когда новости были про кампейн. Я рассказывал. Не забудьте крутить. Да, про этот. Как там Калгара несколько раз побоссали. Короче, давай быстро расскажу и все. Про темных Эльдаров мы вообще говорить ничего не будем. Они просто попали в гигантскую морозилку. Потому что, оказывается, на Виджелусе дохрена система обороны эпохи Тета. И система обороны эпохи Тета. Омагат. Оказывается, они как бы даже технологии Эльдаров вокруг своего члена крутят. Так вот. Собственно говоря, со светлыми Эльдарами к ним приходит Марней Калгар. И такой говорит. Пацаны, что с вами такое? Почему вы типа сучитесь? Они говорят то, что типа один из твоих сержантов убил, дескать, убил нашего форсира. Мы этого так просто не оставим. Марней Калгар такой. Ладно, хорошо. Я вас понял. Пошел. Собственно говоря, в эту самую секунду у него там началось сражение. А он уже примарис ведь, да? Нет, он еще не примарис. Началось сражение с нашим прекрасным как бы Абадоном. Абадон, он решил высадиться и ударить прямо по ставке, где находился Марней Калгар. Но Марней Калгар такой. Ну, конечно, ты говоришь, что ХАСИ там пофиг на Виджелус. Абадон знает, что нужно перерезать коммуникации. Да, Абадон. Абадон учился в Академии Генштаба. Но всем остальным-то пофигу. В этом-то и прикол, Женя. Потому что реально, походу, в Академии Генштаба учился только один Абадон. Абадон говорит, все ребята, ну я знаю, как победить. Ну пойдемте со мной. Они все, иди нахер, мы пойдем грабежами заниматься. И темные боги тоже разбрелись. Да. Ну-ка. И вот, короче говоря, в чем суть-то? Суть в том-то, что как бы Марнеус Калгару сходится один на один с Абадоном. Абадон убивает его за два удара сердца. Просто как бы отрезает ему руку и протыкает ему сердце. После чего плюет на его тело, разворачивается и уходит. Он даже Марнея Калгара не добивает. Тут какой-то архимагас выбирается из-под завала. Такой мистер Калгар. Аки, знаешь, Сэм и Фродо хватает мистера Калгара, как Сэм хватает Фродо. И утаскивает его куда-то, как говорится, в темные дебри. Я спасу вас, мистер Фродо. И там начинает как бы проводить процедуру примаризации. Это важно, потому что до Марнея Калгара никто не проводил процедуру, скажем так, прививания вот этих вот дополнительных органов карланам. Потому что, ну, считали, что это нафиг не нужно. Но Марнея Калгар из-за того, что великий герой, спасти его можно только двумя способами. Или засунуть в дредноута, или же совершить процедуру примаризации. Решили совершить процедуру примаризации. Шансы на успех были 40% всего. Но Марнея Калгар ее непосредственно прошел. После этого процедуру примаризации карланов назвали, как бы, рубеж Калгара. Вот. И, собственно говоря, Калгар стал примарисом. Ему дали новую броню. Вот сразу же просто вот этот вот, как бы, механику Сэм. И новую минику стали продавать, естественно. Да, и новую минику. Броню назвали Геркулес Армор. Вот. Засунули его в Геркулес Армор. Наш, собственно говоря, Марнеус Калгарус пошел сразу же узнавать, что все-таки произошло. Оказалось то, что предыдущие вот эти лорды, которые находились на Виджелусе, они, скажем так, немного охерели. Они подставили ультрамаринов, чтобы ультрамарины уничтожили, как бы, Эльдаров. Эльдары с самого начала именно светлые и добрые наши. Они пытались помочь Виджелусу, но вот как бы случилось недопонимание. Может быть, это в мультике Порно и Болтер, где там серия, когда примарисы ультрамаринов штурмуют мир кораблей этих Эльдар. Может, это и было те самые? К сожалению, нет. Потому что там даже говорится то, что напали на ставку эльдаров, напало того, 8 примарисов, и они просто обоссали бедных остроухих. Оказалось то, что 12 остроухих во главе с форсиром ничего не могут сделать стандартно. Там даже их было не 8, их было, короче, их было 6 солдат плюс сержант. И вот как бы 7 космодесантников примарис просто разорвали бедных эльдаров. Так вот, Марнеус Колгарус, он, собственно говоря, оказывается, он там находит, что у одного из лордов вот этого Виджелуса, но тот с ума сошел, закрылся у себя как бы дома, включил хикана и не выходит. Да, Марнеус Колгарус взламывает дверь и заходит, а у него там просто как бы, ребята, у него там любовь тразина, скажем так. У него там терминаторская броня, у него там вортексные ракеты и у него там одна вортексная торпеда. А ты здесь, Женечка, давай расскажи, что такое вортексная торпеда? Ну это типа варп там что-то, да? Да? По сути, вортексными торпедами уничтожают миры, если что. Да не только миры. Так-то их на миры никто почти не спускает, они ж пиздец какие рарные. Там на миры эти спускают циклонические торпеды. А, блин, точно, я перепутал, значит. Вот, вортексных ракет их пипец как мало, их просто очень мало. И вот суть заключается в том, что одна такая ракета, она гипотетически может полфлота уничтожить. И, собственно, теперь у нас есть ракета, но у нас нету возможности доставить эту ракету, угадай куда, на дух мщения, чтобы убить Абадона. Так вот, Марнеус Колгарус приходит непосредственно к Эльдарам и говорит, короче, смотрите, такой план. Я... Надежный, естественно. Да, надежный, как швейцарские часы. Я отдаю вам, собственно говоря, этот, господи Иисусе, всех этих, короче, лордов гребаного Виджелуса, они повинны во всем пиздеце, который у вас произошел. Делайте с ними что хотите, хоть делайте из них человека многоножку, мне, как говорится, наплевать. Но у меня есть одна вортексная торпеда, нужно, чтобы вы ее доставили непосредственно говоря до, как бы, Абадона, до духа мщения. Но что Эльдар такой говорит, ты знаешь, у тебя есть... Не, он не просто говорит, я волю, он такой говорит, знаешь, у тебя есть торпеда, это как у тебя есть ручка, у меня есть непосредственно этот яблоко и хопа, яблочная ручка. Так вот, у меня есть непосредственно, как бы, корабль, причем корабль не абы какой, а корабль типа древних. Когда-то давно мой отец был там кем-то вроде, как там эти извозчики, которые на лимузинах наших богатых доставляют, как их зовут-то эти перевозчики-то? Ну вот, короче, дескать, когда-то... Холоп. Холоп, не надо, я секс-холоп-сервитор. Так вот, когда-то непосредственно говоря, мой типа пра-пра-пра-пра-правед, он был извозчиком у древних. И вот осталась вот эта вот старая машина, она охрененная, быстрая, крутая, но, как бы, и вдобавок ко всему, там, апотропейное поле, ее никто не заметит. Но Абадон заметит, потому что Абадон схватил что-то вроде такой, знаешь, паранойи. Абадон, вместо того, чтобы высаживаться на планету лично, он в гигантском окулусе, который у него там на духе мщения, он в нем расположил маленькую табуретку, сел на эту табуретку и, собственно, смотрит на Виджелус. И типа Эльдар говорит, братишка, корабль охрененный, но у Абадона не просто так глаза черные. Это типа глаза четверки темных богов. И он идеально защищен от любого проникновения. То, что типа, если корабль начнет лететь, он его сразу спалит. Никакого пенетрэйшна. Да, никакого пенетрэйшна не случится. Нам нужно, чтобы ты взял, как говорится, явился перед нашим прекрасным Абадоном и как-то его на битву, что ли, вызвал. На что такое Марноус Калгарус? Хорошо, я все сделаю. Готовьтесь, да. Он как бы включает этот, у него есть, видимо, номер Абадона. Он набирает на Воксе номер Абадона и такой звонит. Ты что, выходи? Да, да. Абадон, блядь. Того. Я тебе кидаю стрелку. Давай за гаражами сегодня в 6.30. Ну что, как бы Абадон такой, ебать, он выжил. Такой, ну ладно, я иду. Это самое смешное. На стрелку, на стрелку. Марноус Калгарус пришел один. Абадон пришел один. Почему нельзя было эту гребаную вордексную торпеду взорвать под жопой Абадона, я не знаю. Ну вот, как бы. Марноус Калгарус стоит за гаражами. Телепортируется Абадон, который... Ну давай, говно, я воевал. Марноус Калгарус такой... Ты не знаешь мою силу. Мое тело было сделано великими генетическими мастерами Терры. Во мне генетический материал моего отца. Лучшего из примархов. И опять за два удара, собственно говоря, Марноуса Калгаруса ему подрезают ноги и протыкают сердце. Он обосрался второй раз. Он, чтобы вы там поняли, ребят, он даже не смог задеть Абадона. То есть Абадон его просто раскатал, как маленькую шавку. Ладно, торпеду-то доставили. И вот Абадон уже такой замахивается. Хочет отрубить Марноусу Калгарусу как бы голову. Марноус Калгарус там фонтанирует всеми возможными телесными жидкостями, которые только могут из него изливаться. И тут хуй-хуй-хуй. Это было хорошо. Он просто наблюдает за тем, как меч летит к его сердцу и началось. Неконтролируемый абсер. И вот, короче говоря, происходит полный пиздец. Взрывается, собственно говоря, вортексная торпеда прямо в центре духа мщения. Дух мщения затаскивает в варп. Полный ужас, полный пиздец. Абадон кричит, меня предали. И телепортируется обратно на свой корабль. Ну, видимо, там на один из своих кораблей. Вот. И разворачивается и улетает с Виджелуса. А, собственно, Марноус Калгарус вместо того, чтобы умереть, у него включается типа ревитализатор, печь коула. И он такой, о, нормально, я сейчас зарегенерирую, мужики. И все. Вот. С тех пор прошло около, наверное, двух-трех лет. Виджелус опять туда прилетал Абадон. Его абасовали. Абадон всех абасовал. Виджелус уже устал переходить из рук в руки. Но в данный конкретный момент силу Абадона... Слушай, вот с этим моментом, на самом деле, с Виджелусом, это грамотно написано. Потому что так и есть. Как это, если мы почитаем историю войн всяких. У вас вот ключевые всякие точки там. Помнишь даже фильм такой, хороший, плохой, злой? Этот. Макарон и Вестово, где там какой-то мост был, который постоянно переходил из рук в руки. И там этот капитан говорит, слушайте, если бы его кто-нибудь взорвал, я был бы так счастлив. Хотя бы не надо было бы за этот тупорылый мост воевать постоянно. И они его типа ползут подрывать туда. Вот это как бы нормально придумано. Что из рук в руки переходит, там, тудым-сюдым. Все устали. Но вот теперь у Абадона нет как бы достаточных ресурсов, чтобы... Вот мы подходим к сегодняшней ситуации. То есть Абадон опять просрал все. Все разбежались. Ну, не все он просрал. У него просто-напросто... Ему нужно опять к себе, как говорится, всех позвать. Ему нужно объединить всех. Это знаешь, как собрать всех покемонов. Вот. Он, непосредственно говоря, уже готовится к тому, чтобы, как говорится, начать с новой, как бы, новый созыв, чтобы... Вот он настраивается на этот пророчество или что, да? Нет, слушай дальше. Тут происходит следующее. Он находится вот в этом вот колодце. Рядом с как бы этими псайкерами. Да, листай телеграм-каналы, чтобы вообще сводку-то почитать. Типа, что происходит. Ребята занимаются doom-скроллингом, чтобы вы понимали. Вот, чтобы узнать, что нахрен в Империуме-то происходит. Видит там, кстати, он заходит на паблики, ребята наши, и такой видит то, что наши солдаты идут вперед, и Абадону так от этого плохо, потому что в их сердце горит вера. Слушай, давай я даже задекламирую, это очень классно, или нет? Да нет, давай это там. У тебя же есть пересказ этого с подробной на канале? Мы будем всех отсылать к тебе на канал. Ладно, давай, короче, короче говоря. У нас было очень долгое введение, зато теперь вы знаете всю диспозицию. Да, вся диспозиция сил. А что там, Желеман уже долетел? Куда он там летел после Кадии? Нет, Желеман самое смешное, самое смешное. Желеман только один раз, он только один раз форсировал Виджилус, после чего он развернулся. И даже сейчас, чтобы вы понимали, на момент, ребята, ковчегов, Желеман, он на Виджилус даже внимания не обращает. Внимается административными делами там. Не просто, там гребаные некроны, Женя. Скамейки с USB-тями. В Москва-Сити. Просто народ говорит, блядь, чё он, Желеман его вернули, он нихера не сделал. Нет, слушайте, он так-то, Желеман того, он наладил всю абсолютно структуру, Желеман же это мажордом, он наладил всю структуру, как бы логическую в Империуме. Но, чтобы вы понимали, ребята, у него полная жопа. Людям это неинтересно, людям нужно, чтобы появился герой, который всех одним ударом защеканит. Да я-то это понимаю, и это печально, в самом деле. Они не хранят ваши работы завхоза и тыловой крысы. Так вот, у Желемана, я сейчас закончу, у нас просто параллельно с этим кампейном, с этими ковчегами, у нас в аномалии нефилим, гребаные некроны, они вознамерились убить варп. И всё было бы нормально, если бы не тот факт, что убийство варпа, оно уничтожит всех людей, потому что люди душой, они с варпом связаны. Вот, и Желеман, он сейчас летит с сарыха, безмолвного царя, как говорится, гачемучить. И в результате Желеман банально не может разбить себя на все возможные, как бы, театры военных действий. И под шумок Абадон, он обратно, как бы, готовится дать свой клич. Он вот видит вот этих вот лоялистов, видит то, что имперские силы измучены, видит, как позади них горит вот эта ужасающая звезда императора. Ему плохо от силы его света. Он видит, как от чела, именно как бы чело, лицо, лоб, я бы даже сказал, от лбов вот этих вот имперских гвардейцев, которые все уставшие. У них все лица того осунутые. Они буквально идут вперед, ступают по островам своих собственных боевых братьев. И тут он видит, как у них разгорается вот это вот пламя веры, которое их питает. И ему так от этого плохо. И тут хуидык, просто весь дух мщения начинает содрогаться. Абадон выхватывает свой этот, как бы, клинок драчнее, но выбегает из комнаты вот этого, вот этого вот гигантского овала. Почти. Халатий такой, с этим, непобритый. Господи. К нему, к нему. Вот сейчас вот глянь просто в Дискорде, где вот этот вот, как бы, арт. Взгляни на Фалька. Это Фальк Кибри. К нему просто... Нет, это самое смешное. Фальк Кибри, это, ребята, как бы, Кенни. Это не просто сержант Юстиансов. И один из Брониваля там. Женя, Женя. Это гребаный того, это гребаный Кенни. Его в Ересе Хоруса два раза убивали. Непонятно, как он выжил. Там буквально его голова... Можно убирать много раз, а этому нет. Так ему голову отрезали. А, блин, этот вообще мёртв. Не, погоди, я голову отторгодону отрезали. Не, 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 не. Сатурнайн, вспомни Сатурнайн. Там Фальк Кибри, он напал... Блин, скажи, я тебе скажу, на кого, я уж там не помню. Вроде на Лакена. И Лакен он там сначала ему лицо расстрелял, а потом отпилил. Вроде Лакен этого убил. Фальк Кибри? Аксиманда. Или, не, ну, Хоруса Аксиманда, они потом убили. Аксимандо, Лакен убил. Лакен, когда там в землеройке прорылись, он убил этого Акибра, я не помню. Ну, короче, ладно, он умер, его опять оживили, ладно. Да, и это жесть какая-то, то есть он реально как Кейни. Ну, конечно, Хоруса, они могут так делать, наверное. Ой, наверное, именно, что ключевое. Короче говоря, Фальк Кибри, вот этот вот урод такой, идёт к Абадону, бежит вместе с юстерианцами. И, как бы, такой кричит, мой лорд, что произошло? И Абадон такой, хватает, загоржает Фалька Кибри и кричит, демоны предали меня зачистить. И Фальк Кибри такой, я Вольф, мой лорд. И заходит просто вот в эти вот врата, из которых выбежал наш с вами Абадон. Это уже кампейн начался. Да, это уже кампейн всё начался. И они просто, как бы, расстреливают этих бедных демонов, которые ни при чём. Тут Абадону на бусинку Вокса приходит сообщение. Оказывается, то, что вот эта вот херня, которая там, реверберация, она пошла не из-за демонов. Она вообще, в принципе, давно уже происходит на космическом корабле. Просто очень сильно она ударила только сейчас. И вот он включает Вокс, ему там все кричат то, что О господи, что-то происходит. Это идёт из главного отсека ауспеков. А именно главный отсек ауспеков. Туда врезался корабль Эльдаров с вортексной боеголовкой. И, собственно говоря, наш с вами Абадон такой, что за херня происходит? Фальк за мной! Фальк там весь в крови и в кишках демонов, которых он только что убил. Я Воль, мой лорд! И бежит за Абадоном. Абадон бежит, собственно говоря, вот в эту главную ауспексовную. В этой главной ауспексовной он видит механикусов Марса, которые все абсолютно... Которые получают сигнал. Они не получают сигнал. Они все как куклы, подвешенные какими-то странными нитями серебряными. Серебряные нити вместе с шестерёнками начинают распространяться и поглощать корабль. Собственно, Абадон ещё, он понимает, что они не просто поглощают корабль, они его исцеляют. И он такой, что за херня здесь происходит? Один из главных магасов, он кое-как отрывает себя от вот этих вот маленьких серебряных усиков. Он подбегает к Абадону и такой, мой господин, мой господин, мы нашли кагитатор, подсоединили кагитатор к духу вашего корабля и решили провести ритуал, чтобы ваш дух корабля стал более живым, более крутым, более классным. Но что-то пошло не так. Ну что, как бы, Абадон такой, хватает этого магаса за глотку, поднимает его. То есть ты вставлял в мой корабль без моего разрешения какие-то хард-драйверы? И тот такой, я не хотел его. Или сезионное программное обеспечение. Обеспечение поставил, да. Ну что, как бы, Абадон опять кричит, «Фальк, убей их всех!» И Фальк такой «Я воль, мой лорд!» И опять убивает. Да Фальк, это, кстати, это вообще Фальк фигурирует, ребята. Все кампейны, он мега охуенный, потому что там буквально Абадон, он... Потому что он не задает вопросов, он просто всех валит. Да, да. Он просто кричит «Фальк!» И он приходит и расстреливает. Так вот, собственно говоря, Абадон кричит «Откуда нахрен того исходит?» Вот эти вот странные вибрации. Оказывается, то, что в ауспек, в ауспексной, они начались, но сейчас они идут на его главной рубке. Он такой, блядь, он разворачивается, бежит на эту рубку, заходит в рубку. Там кагитаторы, техножрецы Марса, какие-то бедные сервиторы, они дергаются, медленно, но верно сливаются в амальгаму плоти. А эта амальгама плоти, она уже в процессе превращается во штора арки Фейна. И там такой даже момент, что Абадон смотрит на во штора, и он такой думает «Всечь ему, не всечь!» Уже поднимает драчниент, чтобы, да, убить, как бы, убить этого демона, но его именно интерес хватает за глотку нашего Абадона. То, что он такой думает «Демона я всегда смогу убить, но что за несчастный бес посмел, как говорится, явиться ко мне на поклон, на мой, блядь, корабль, еще и вдобавок ко всему его захватывать». И тут появляется во штор арки Фейн, который говорит «Милорд Абадон, меня зовут ваш штор». И я пришел договориться. Да, и у нас начинается вторая часть. Где нам рассказывают про какую-то... О, господи, планету. Сейчас она у меня даже выписана. Сейчас, подождите, ребята. Ох, господи. Да, и, кстати, вот эти вот демоны, это инфернальные ораклы, которые Абадону эти магию, скажем так, кастовали. Так вот. Ой. И сейчас мы переносимся. Вот тут я, правда, думаю рассказать сначала про ваш штора или про кузню душ. Но сначала я расскажу о том, как, наверное, ваш штор, он появился вообще на корабле духомщения. В двух словах вообще, кто это такой? А потом, потом. Сейчас все расскажем. Самое главное. Самое главное. Есть газовый гигант, который называется как бы пеллюцида. Вот. На этом газовом гиганте находится что-то вроде такого, знаешь, маленького мира наших механикусов. Механикусы для Орда Малеус построили там что-то вроде тюрьмы, где можно было держать самые, ну вот самые такие, знаешь, нелицеприятные штуки-дрюки, которые, скорее всего, пронизаны хаосом или же это вообще искусственный интеллект. Так вот. Однажды на этом маленьком мире, там вот луна, которая крутилась вокруг пеллюциды, там случилось короткое замыкание. Просто обычный коротыш. Сервитор такой подходит, чтобы чинить этот коротыш. Смотрит на искры, которые вырываются из приборной панели. И он как бы заворожен. Искры его перепрограммируют. И он вместо того, чтобы чинить приборную панель, как бы этот щиток, он вонзает в нее свою мехолапку. Его коротит, все коротит. На долю секунды охрененное просто вот это поле, которое маскирует как бы маскирует скажем так нашу луну. Оно спадает. И один из флотов 13-го черного крестового похода, они начинают пеленговать сигнал. Сразу же на этот мир, на полюциду прилетает как бы целый контингент железных рук вместе с одним из кузнецов войны. Начинается полный и тотальный ад, потому что у механикосов Марса... Железный Отец, это кузнец войны, это у железных воинов? Кто прилетает? Да, железные воины, контингент железных воинов, я же сказал. Я сказал железных рук. А я сказал железных рук? Да. Ну ладно, бывает, ребята, извините, оговорился. Так вот, прилетает контингент железных рук, которые были... Железных воинов. А, я опять сказал железных рук? Все, я не могу. Я закрываю глаза. Короче, прилетает железный из войны, бывший четвертый легион. Вот. Ой. Так вот. Кузнецом войны. Да, прилетают. У них как бы вот этот вот мир над ними. Они начинают его уничтожать. Мир ничего им ответить не может, потому что у них просто коллапс случается, полнейший. Я уже забыл, как там этого железного воина звали, но он сам как бы еще и удивился, почему они не защищаются. А у них там просто отказ вообще всего. У них там есть имперские рыцари, еще что-то. Но именно из-за коротыша это вызвало какой-то вот странный кластерный эффект. И просто коллапс всей системы. Все отказало. В результате мир механикусов уничтожили, полностью зачистили всю эту планету. Один из меньших механикусов Марса, он высаживается вместе со своими братьями, он высаживается вот в эти вот хранилища Орда Еретикус, для того, чтобы вообще как бы понять, а что это мы тут нашли, что это здесь прячется. Вернее, не Еретикус, а Малеус. Так вот, он начинает ходить по этим нашим замечательным как бы лабиринтам. Тут его отсекают двери, его ведут, как будто бы кто-то его ведет к определенному месту. На этом месте такие стеллажи, где вкинуты датапады, ну типа планшеты. И один из планшетов включен. И наш такой механикус подходит к этому планшету и такой, блядь, как интересно. Доставлю-ка я его на дух мщения. И вот именно так ваш штор, собственно говоря, и перенесся на дух мщения. Нехер, нехер подбирать непонятные девайсы, если вы находитесь на фронте. Они могут быть заминированы или обладать средствами телерадиопрослушки вас, козлов. И вот, ребята, началось заражение. И теперь мы можем перенестись и объяснить, кто ж, блин, такой ваш штор, ребята. Ваш штор ни много, ни мало. Это, ну, блин. Претендует на... На роль бога. Ну, как бы номинально он полубог. В чем прикол? Ваш штор долгое время вообще скрывался от большинства рас. Он являлся полубогов, вернее, полубогом, изобретателей, инженеров. И он из варпа, разумеется. Сейчас я буквально рассказываю. Так вот, он является полубогом изобретателей, инженеров, ученых, ремесленников. То есть, получается, всякие там эти изобретатели изобретали, проецировали свои изобретательские эмоции. И постепенно это сплеталось вот в эту сволочь. Ваш штора. Но Ваш штор он получил, скажем так, гигантский буст и пинок именно от ученых времен Тета. То есть, он там очень сильно любит людей. Тем больше изобретения, тем больше и лучше он становится. Да. И он, кстати, боится искусственного интеллекта, что забавно. Потому что, как бы, забегая немножко вперед. Потому что это бездушная тварь, которая не проецирует эмоции. Потому что это бездушная тварь умнее его. Ты представляешь? Он, у нас будет момент... Тут нелогично, потому что, по идее, искусственный интеллект это бездушная тварь, которая просто не проецирует эмоций. А то, что умнее там, это как-то, блин. Так в этом-то и суть, в том-то, что Ваштор не может оперировать с реальностью, с физической реальностью на таком уровне, именно на каком может оперировать искусственный интеллект. У нас будет кампейн, это третий кампейн Ваштор, если вам, ребята, понравится, как бы заваливайте Евгения лайками. Так вот, у нас будет третий кампейн, в котором полностью будет рассказано, как Ваштор для того, чтобы отследить как бы крепость темных ангелов, скалу, ему будет нужен искусственный интеллект. И этот искусственный интеллект, он с ним вступит как бы в союз, в договор. И сам искусственный интеллект, он еще будет, ну как бы, знаешь, так метаться, думать, а нужно ли мне это? Погоди, с нейросетью этой, какая там самая популярная, GPT-чат. Ваштор написал в GPT-чат. Где найти скалу? И та ему ответила номинально. Так вот, Ваштор, он получил наибольший пул своих способностей именно в темную эпоху технологий. Но нормально как бы родиться, как бог, он в эту темную эпоху технологий не смог. Потому что люди очень быстро, как ты правильно сказал, они перешли на искусственный интеллект, который был бездушной мразью. И плюс ученический... Тут даже логично получается, потому что, например, люди переходят на искусственный интеллект. Помнишь, это повсеместное внедрение СШК, и после того, как все связи были разрушены после шторма великого, все, в принципе, охерели и разучились всем пользоваться. Потому что не знали технологию, просто раньше они кнопку нажимали, она им все делала. Да, раньше компьютер все делал. И получается, когда у тебя компьютер все делает, это, наоборот, избавляет этих смертной расы от... От демонов, да. Они не думают больше, они наслаждаются там своими какими-то мирскими пролетарскими делами, и Ваштор не получает свои эмоции от изобретателей. Короче, блядь, коммунизм даже здесь охуенен. Но суть была в чем? Суть была в том, что искусственный интеллект, да ладно, у нас же были мехворы, которые уничтожали целые планеты, раскладывали их на атомы и уничтожали их даже из варпа. И Ваштор тогда очень сильно обосрался, потому что человечество, оно подошло невообразимо близко к полному уничтожению всей разумной жизни в галактике. Тогда даже ранг, да, то есть во времена ТЭД, даже ранг, да, она сидела тише воды ниже травы, и она как бы того, она не высовывалась, потому что она боялась. Люди бы могли их просто убить и даже не заметить. Как буквально вот ты идешь где-то по улице, как бы муравья раздавил, и все, ну окей, раздавил. Вот. Ваштор тогда не смог получить свое, скажем так, второе рождение. Ну, именно возвышение. Ваштор долго, ребята, долго аккумулировал в себе знания. Потом второе рождение, когда он уже был готов как бы вознести всякий второй бог хаоса, ну не второй, а пятый, у него был в ересь Хоруса. У него уже почти он такой, да, я почти насытился, почти готов, почти готов. И тут ему ударяют прямо по яйцам, ребята, потому что начинается ересь Хоруса, начинается деградация, империум сорокового тысячелетия, ну, вернее, с 33-го. Нет, хватит, не надо религии, вы должны изобретать. Да, а они, нет, мы не будем изобретать. И механикусы Марса, у них же даже догма. Мы ничего не изобретаем, потому что все уже было изобретено. Мы типа переоткрываем, и ваш штор после этого хватается за сердце. То есть парень, что к успеху, но... Но не фартануло. Вот, парень, из механикума, из деградирующего империума. Поднасрали ему. Так вот, он сидел до сорокового тысячелетия. Все было как бы как всегда. Но тут появляется Велизарий Кол, который привносит примарисов там, репульсоры, танки, который привносит вообще все, новую броню. И ваш штор такой наблюдает, как вот это вот, знаешь, у него грааль веры. Грааль веры полностью наполняется. И он такой, так, все, блядь, я могу возноситься. И у него начинается идея фикс. Он хочет вознестись. Он хочет стать пятым богом хаоса. Причем не просто он хочет стать пятым богом хаоса. Он хочет стать им, потому что он желает играть в великую игру. Войти в нее на правах именно полноценного участника. А не пешки, которые будут трогать. Открыть свой маленький стартап и постепенно превратиться в фейсбук. А сразу же создать свой фейсбук. Свой фейсбук с ничего. Переманит всех, да. Но тут прикол еще в другом, Женя. Почему он спешит? Потому что пятый бог хаоса может родиться в любую секунду. И когда он родится, ну как бы любая секунда для варпа, это может быть 800 биллиардов лет. И когда он родится, ваш штором могут под себя как бы подмять. Потому что ваш штор один из свободных демонов. А у нас из свободных демонов был и Карамар, дракон последнего часа. Читал, читал Маркс это. Понимаешь, что естественный монополий тебя рано или поздно смотрит. Вот, собственно говоря, Карамар, Скорбранд. И Скорбранд он был раньше Кхорна. Но как только появился Кхорн, Кхорн как бы подмял Скорбранда под себя. И ваш штор он этого не хочет. Так вот, сам же ваш штор бахнул кузницу душ еще себе. А что такое кузница душ? Кузница душ это гигантский военный завод. То есть ваш штор, почему он в целом-то как нейтральный демон дожил до 40-го тысячелетия? Потому что он нашел свой собственный рилм ворлд. То есть как бы рилм ворлды в варпе, они есть рилм ворлды богов хаоса. И есть свободные рилм ворлды. Свободных рилм ворлдов очень мало. Ваш штор смог найти свободный рилм ворлд и связать с ним свою душу. Это была часть его, скажем так, обожествления. То есть именно благодаря этому он еще приблизился на часть к тому, чтобы стать, ну по сути своей, полубогом. Так вот, эта кузница душ занималась тем, что она поставляла там маулер финдов, военных демонов. Она вообще всех поставляла там демонических существ нашим богам хаоса. И боги хаоса, вот допустим там сланишь, она хочет завладеть кузницей душ. Она пытается напасть на Ваштора. А Ваштор говорит, а нихрена, кузница душ, моя душа. Я сейчас себя разобью и что ты будешь делать? И другие боги хаоса такие смотрят на сланишь и говорят, ты вообще охренела. Ну и собственно говоря, никто из четырех богов хаоса не мог наложить лапы на Ваштора. Короче, парень нормально сыграл на противоречии. А, да. Он играл на кожаных дудках всех четырех богов хаоса. Играл так мастерски, что боги хаоса... И пальцы в жопу засол так... Да, парень... Женя! Никто даже не понял, что происходит. Молодец, молодец. Ой, короче, как бы наш пострел везде поспел. Идем дальше, идем дальше. Так вот, он собственно говоря является пред Абадоном. Я хочу договориться. Вместе с Абадоном они, собственно говоря, уединяются в комнате Абадона, где уже наш с вами как бы магистр играния на кожанистых флейтах выгоняет. Выгоняет фалька хибры и выходит только несколько раз покурить. Так и было! Там фальк хибры, он такой, пошел за Абадоном. Майлорд! Абадон такой, стоя до того, в мои покои не заходи. Сейчас мы поговорим с Ваштором. Ну и Ваштор, непосредственно говоря, начал играть на кожаной флейте Абадона. И сказал он Абадон. То есть на амбициях. Да! И тут надо сказать то, что в чем вообще прикол как бы самого Ваштора. Ваштор очень четкий демон. Он никогда не обманывает. Никогда. То есть если другие демоны, они спокойно как бы тебя вокруг писоса водят и кидают налево-направо, Ваштор всегда... Это как бы смысл всегда предложить тебе что-то выгодное. А Ваштор... А Ваштор это бог капитализма. Потому что он заключает с тобой сделку, но он заключает с тобой сделку... Он бог правильного капитализма. Неправильного! Потому что он заключает с тобой сделку таким образом. Ты еще сам этого не понимаешь. Он тебе сразу все говорит, что он хочет, что будет. Но в процессе как бы так или иначе ты или получишь меньше, чем Ваштор, или же ты станешь пешкой Ваштора, но даже этого и не поймешь. То есть там вообще пиздец, как все очень тонко у Ваштора. делает ну ладно но во штор дзынь что он вообще же опрокидывает через одно место а во штор он тебе все-таки даст то что ты просишь просто не может дать может дать и немного скажем так немного не в той форме но как правило есть этот понятие там азиатская коррупция и западная коррупция то есть типа азиатской это когда выделяются деньги и тратится и воруется вообще все и ничего нету западные то когда выделяются деньги воруется сколько-то на что-то должно быть построено в итоге вот кстати да что получается это это представители западные либеральные получается так реально же но один в один реально один в один вот и суть то заключается в чем в том то что даже если как бы кто-то ну во штор он не превращает своих последователей в каких-нибудь там спаунов или еще что-то так или иначе все кто с ваштором догозделки заключают если все условия были соблюдены они в конце когда типа сделка заканчивается они такие уходят от вашторы такие ну ладно в целом мы получили то что хотели именно из-за этого как бы слава вокруг ваштора она как бы числилась и приумножалась то есть даже варбанды они знали то что можно как бы пойти условно в услужение к ваштору и блять ваштор тебя не обманет он тебя можно покинуть вокруг писюна но кинет мягко так вот и собственно говоря одно главу чего и канала так же не блять женя это все должно выйти на ютюбе тихо блин так вот наш с вами прекрасно поясине на ютюбе выйдет то просто мы на дзене обычно выкладывая вконтакте а мы позволяем себе не политкорректные шутки сортирный юмор дискриминирующие высказывание как нас таки других да вот там мы себя ни с чем не стесняем поэтому нас не банят не монетизируют и мы счастливы да мы рубим правду матку так что подписывайтесь на яндекс дзен вк там и прочее если вы на ютубе это смотрите конечно мы еще не решили это все будет или это все будет зависеть от евгения так вот мы продолжаем ребят мы продолжаем тут дальше мы подходим к самому интересному так вот ваш штор собственно говоря приходит к нашему любимому как я уже сказал абадону играть на его кожаной флейте и сразу выкладывает вообще все ему говорит я хочу стать богом хаоса на что такое абадон амбициозно во что говорит я знаю короче смотри у меня есть охраненный план всего в галактике да у нас есть типа ключ и этот ключ к моему возвышению в плане бога хаоса так вот мы собираем ключ в результате я становлюсь пятым богом хаоса а ты получаешь одно из самых охрененных орудий которые можно собрать при использовании этого ключа но что такое абадон чешет свой подбородок и такой говорит мне надо подумать но во что ему говорится да именно он буква блять женят и ты только что абадон и отыграл но чтобы шторму такой говорит давай короче того я тебе все покажу на деле и так давай братишка полетели и вот во штор непосредственно говоря говорит ему про планету мандалор и говорит что надо нам это наш путь таков путь просто напросто извините чтобы вы понимали контекст мы с женей уже просмотрели почти все мультики по вархаммеру которые были разобрать или мандалорцев или да и то есть как мы переходим на зови ну слушай же называй подкрался откуда не ждали в ковчегах но жени у нас у нас есть еще а у вас то есть понимаешь у нас три миски с дерьмом будет выбирать с так вот короче говоря и собственно они летят на планету мандалор на планете мандалор ребята есть три господи трепость миша крепость магдалы вот крепость магдала это ребята гора на этой горе есть корона ангелов это великая непосредственно говоря сейчас этот автология ну да гора называется крепость магдалы и на крепости магдали есть крепость корона ангелов так вот на самой же непосредственно говоря этой крепости но вернее на самой вот самой этой крепости живут ребята железные ангелы кто такие железные ангелы это интересно железные ангелы это орден это орден космодесантников они ничего не помнят о себе они знают только то то что были основаны в тридцать третьем году что говорит о том то что но m33 чтобы вы понимали ребят что говорит о том что это или орден первого основания или второго вот вся их как бы наследственность была уничтожена они не знают кто они такие вот и да у нас кстати железные ангелы они были уже бэки нет благости они нормальные так вот они уже были в бэке нормальные что если я черный они нормальные что они этот орден не из повестки я хотел просто кое-что кое-как пошутить но ладно не буду ребята моя шутка останется для дзена так вот в чем суть то в том то что как бы железные ангелы раньше вообще в бэке они уже фигурировали и в третьем по вроде если я правильно помню кодексе они были и в шестом сначала они были наследниками темных ангелов потом они блин вообще были наследниками имперских кулаков были еще намеки на то то что они наследники ангелов крови в общем ребят это целая мешанина никто как бы не знал кому принадлежат железные ангелы и теперь нам как бы говорят то что никому потому что они уничтожены спойлер и вот абадон прилетает собственно говоря к железным ангелам и начинает осаждать бедную планету мандалор вот сами же железные ангелы как я уже сказал ни хрена себе не помнят кроме одного у них есть некий артефакт который им типа поручил император и они должны его охранять и они его охраняют так вот можно долго и сейчас на описывать эту битву я пройдусь именно по самому важному как бы силы абадона они были доминирующие они были крутые абадон просто высаживается непосредственно говоря на саму крепость вместе со всеми своими силами и начинает их всех давить в конце все ребята свелось к сражению вокруг реклюзиама так вот арзен великий капеллан возглавил яростную контратаку которая возможно возможно кстати вот у нас даже железные ангелы которая возможно могла бы очистить всю абсолютно палату полностью но вмешался сам во штор он сокрушил ребята нашего непокорного капеллана своим молотом кузнедуш так вот воздухе начал стоять смрад серы и крови ним ран магистр ордена встретил самого абадона на ступенях реклюзиама два могучих воина наносили друг другу удар за ударом пока абадон получилась лучше чем у колгара да да это самое смешное обычный обычный карлан женя это обычный карлан и вот они там реально долго фехтовали с абадоном абадону это уже как бы надоело абадон принимает удар на себя а у него же броня то как бы терминаторская ему удара как бы вскрыть броню но у него не получается у него броня не хоруса по моему вроде хоруса отобрал по моему нет он когда он же тот пал женичка женичка он пал в книге коготь хоруса и в этой же книге абадон он как бы снимает коготь хоруса и себе я вделывает да сама броня хоруса это ты чё это броня она даже называется вроде шкура змея это она не то что не налезет ей наверное только если тебя в дредноут закину ты с ней сможешь управлять это же примарх там физиология совершенно другая там как бы и этих было очень мало сервомоторов то есть все держалось на физиологии примарха вот идем дальше в чем суть то суть в том то что абадон просто принимает удар на себя удар нашего бедного ним рано не может пробить броню как бы абадона абадон же вгоняет прям по рукоятку демонический клинок и вот демонический клинок и спил из магистра последние капли его душ и в эту же самую секунду смогла последнее сопротивление реклюзия або и ваштор собственно говоря стоят друг напротив друга смотрят на то что находится в этом реклюзиями а там нет ничего примечательного кроме колонны и вот собственно говоря наш с вами абадон повернулся в сторону как бы ваштора полностью такой типа что это за вещь за которую пролито так много крови в порочестве не упоминается клятвенный камень на что собственно там ваш штор начинает язвить говорит о том то что я согласен что это не похоже на ключ но пойми абадон вот у тебя есть непосредственно болтер твой болтер о нем же никто не говорит как об отдельной скажем так сущности то есть все его воспринимают как болтер но он типа создан там есть спусковой механизм там есть пружинка которая собственно бьет по втулке там есть непосредственно говоря вот эти вот там а разнообразные коллиматоры и прочее все вместе это собственно говоря болтер вот то что ты сейчас видишь это грубо говоря спусковой крючок так что просто верь мне верь мне абадон ну что абадон хватает во штора за плечо и говорит расскажи мне все во штор такой на долю секунды он сомневается смотрит на воинов которые обступают абадона абадон кивает в сторону воинов те опять выходит из реклюзия мы же они сейчас ты будешь смеяться они опять выходят все из реклюзия мы и вот тут дальше это буквально то как написано ребята в кампейне они уединились в реклюзиями его штор рассказал ему все в конце концов когда абадон уединяться ну как бы сказать я я уже глаголил о том что во штору он как бы мостах играть на кожанистых клейтах программа там малахов плюс или как там пусть говорят пусть говорят там они уединялись два раза итак встречаем студии фальки бра что вы видели в тот вечер ну я стоял на часах как обычно и тут мне опять говорят подожди нас за дверью никогда такого не было и вот опять дальше я слышал вздохи и странный чавкающий звук так вот дальше собственно говоря в конце концов когда абадон понял истинное значение камня клятв его жестокий смех прозвенел уже на мостике мстительного духа и мы переносимся собственно говоря там сразу же мостик мстительного духа мы переносимся не говорят что он ему рассказал то да и как бы рассказал он ему о пророчестве и что это пророчество как бы означает мы об этом узнаем только в пятой части ковчегов arcs of omen о том что вообще должен сделать ключ как бы в этом прикол собственно да во штору во штору он вообще все рассказал абадону то есть сейчас уже вообще полностью все и вот собственно говоря что же случилось случилось то что наш с вами абадон стоит на борту своего мстительного духа они уже находятся в господи иисусе они уже находятся в этом рядом с верфями рядом с верфями с верфями которые стоят вблизь кузнец душ там нашего штор аркифейн и он пригнал гигантские спейс халки его штор аркифейн там дирижирует он вскидывает свой молот кстати про молот можно сказать только одно как бы оказывается во штор аркифейн он еще мастак играть на коженистых дудках примархов потому что да они были друзьями с как бы нашим прекрасным и замечательным перту раба и перту раба пускай в конце они разошлись как скажем так на нейтральной территории то есть перту раба не был его прямым союзникам но они разошлись как бы над на таких нейтральных условиях и перту раба он подарил именно вот этот вот молот кузнец и душ это подарок перту раба во штору аркифейну вот как бы во штор насосал ребята кто-то сосет за айфон а во штор за молот так вот он там дирижирует молнии фиолетовые слетают с его наконечником молота он пробуждает вот эти инфернальные структуры и тут надо сказать насчет спейс халков во первых что такое спейс халк спейс халк это амальгама космических кораблей не всегда это даже космические корабли людей это могут быть космические корабли ксеносов когда в варпе происходит такое что тебя отказывают поля геллера демоны как бы приходят на твой космический корабль и убивает все живое твой корабль начинает просто летать в варпе пока он не соприкасается с другим космическим кораблем из-за того что молекулярная структура очень сильно разбита вы находитесь в эфире вполне реально что один корабль вливается в другой корабль там они переплетаются сливаются друг с другом как при фильмах ужасов экипажа уже мертвы там никого нет так вот они собственно говоря превращаются в гигантские громады и эти вот громады и называются спейс халки то есть это нагромождение космических кораблей до сих пор непонятно блять как но на этих космических кораблях у меня есть даже теория 18 века зарождение жизни где люди верили что если взять грязную солому потную рубашку кинуть все это в темный угол нет там родится типа крыла крыса вот у меня есть теория что именно так появляются тираниды на гребанных спейс халках непонятно как но он почти на всех спейс халках есть тираниды тираниды демоны которые поселились на этих спейс халков какие-то дичайшие ксено твари которые ну которых галактика еще не видела и вот в данный конкретный момент во штор оживляет эти ужасающие космические корабли он дает им наверное самое главное он дает им вторую жизнь он пробуждает все их энергетические системы и заставляет их как бы огромная масса говна это огромная масса говна которая даже у орков она не стреляет из всех оружий а сейчас она может стрелять из всех оружий сейчас она в данный момент может летать используя все двигатели которые у нее есть все космические корабли которые там находятся они полностью в активном состоянии и это страшно это очень страшно также также ребята на каждом ковчеге есть паромщик паромщик по сути своей он и управляет вот этими грёбанными ковчегами это можно сказать демонический искусственный интеллект корабля но на самом деле это демон который верен исключительно во штору арки фейну паромщик это посредник то есть как бы капитан корабля администратор умирал он должен сначала типа сказать паромщику я хочу чтобы корабль летел вперед и он стрелял там из тех-то и тех-то орудий и потом уже паромщик это скажем так воплотит так вот в сердце каждого с поискалка были установлены облись господи обелискары они называются это опять же тоже амальгама плоти и душ сайкеров по сути своей ребята это вот такая чтобы вы понимали это гигантский стальной шпиль а сделанный из черного камня только черный камень он может быть как бы положительно заряжен и отрицательно отрицательно заряженный он отталкивает house отталкивает и materium а положительно заряженный притягивает и вот он положительно заряжен и вокруг него гофра из спрессованных друг с другом слитых в единую оболочку сайкеров которые бесконечно организируют и горят это буквально ребята маленькие маленькие варп маяки то есть как бы маленькие астрономиконы они нужны для того чтобы в реальном времени у нас как бы во штор арки фейн вместе с абадоном они смотрели как там где их корабли они летят так вот в каждой рубке этого как бы с поискалка был установлен портал который вел прямо напрямую к во штору арки фейну для того что если ты там типа находишь в вот этот вот как бы ключ ты сразу мог с этим ключом прийти к во штору и все дальше самое интересное фальк кибри он смотрит на все эти космические громады и говорит в блин как бы абадон у нас же сил не хватит очищать все эти космические корабли эти же громады они просто ужасающие даже наших как бы воинов там 200 тысяч космодесантников их не хватит на все эти ковчеги предзнаменований на что во штору улыбается и говорит а мы их даже и не будем захватывать и во штор он кидает клич он говорит то что всех у кого хватит сил очистить как бы ковчег и удержать его они могут этим ковчегом то во штор да извиняюсь абадон абадон он говорит то что теперь вы типа как бы он кричит варп бандам всем то что теперь если вы хотите вы можете прилететь сюда и если вы сможете очистить этот ковчег и удержать его то этот ковчег ваш исполните определенную задачу которую вам скажет во штор аркифейн да вот исполните задачу которую перед вами поставить во штор аркифейн и ковчег ваш ох на что собственно говоря как бы прилетела вообще до хрена просто хрена ли он космодесантников они там друг другом всяким бандам нахер нужен ковчег вот я тусую всякие миры гачи мучают тут не играть лети туда делай хуй пойми чё а вот зачем тебе глориана просто во флоте вот просто вот такая охеренная да это же спейс-халка то есть как бы этот спейс-халк по-хорошему он может один выйти против флота и он его уничтожит вообще в нули ну не все они раньше этих спейс-халки где-то шатались повсюду а потому что ваш штор он как бы собрал и подсветил каждый да да потому что раньше спейс-халки ими могли управлять только орки потому что они при помощи своей пизданутой магии они собственно заставляли их работать а демоны ну как бы демоны которые могли бы оперировать с варпом ну не с варпом точнее а именно с механическими частями им спейс-халки были нафиг не ну как бы по-хорошему не ну не нужны они могли жить в одном корабле короче получается ваш штор он оживил херовую тучу грубо говоря штурмовых лун блять да подсветил их сказал единственное там завелись крысы если вы их истребите он ваш да мне не он станет вашим то есть вы будете его удерживать номинально то есть как бы до юра он ваш но де-факто он станет ваш когда вы выполните одно мою но одну мою просьбу причем просьбы были совершенно разные мы сейчас поэтому-то и поговорим и вот эти вилка в глаз ну и собственно говоря они полетели ребята они полетели в разные стороны и у нас начинается акт третий который так и называется ребята ковчеги коротко по делу катаны так вот сначала империум ни хрена не понимал потому что опять же как бы помните ребята империум но буквально все разорвано и тут вдруг появляется херва туча разных местах первые первые космические корабли которые появились но вот эти наши не космические корабли а ковчеги империум даже не понял что это было у них просто планеты сдохли и они такие ну ладно еще планеты лучшее времена было так что когда штурмовые луны начали появляться не все сразу это сообразили вот и ты абсолютно оттуда так жопа творится и тут тебя приходит сигнал на твой большой дисплей где уже и так все уже красным горит тебе приходит еще один сигнал что еще к это говно такая ладно завтра и дальше круче ребята так бы все и оставалось для империума как бы непонятно и хреново если бы ребята как бы вы думаете кто не появился ну вот кто всегда может насрать как говорится в бочку с медом кто островухи уебища да блять же не именно они так вот островухи уебища они собственно говоря выходят если вы не понимаете никто не понял да блин уже не видели всех эльдаре эльдаре ебов или как-то не толерант их 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 уже жизнь обидела так вот собственно говоря эльдары они выходят на связь и в этот момент кто-то кто нас смотрит слава богу не тау какой-то один один человек который все еще собирает минки тау максимально не политкорректный стрим абсолютная ненависть ко всем уважаемо так вот собственно говоря торквемада тот вот он тот торквемада кортес вот ребята это он буквально вот даже его имя это его 3d миника так вот торквемада кортес это кто вообще такой а юноси кортеза ребята информации вообще никакой нет но он возвысился после конклава ворота ой который был созван инквизитором лародианом верховным протекторатом формозы на конклаве лародиан там продемонстрировал мощный кристалл связанный с демонами которые он забрал у недавно там по моему уничтоженного культа хаоса так вот он начал красноречивую речь о том что можно использовать силу кристалла на благо империума искоренять еретиков там культистов когда лариан закончил свою речь кортес поднялся со своего места подошел в центр аудитории и просто у него там гигантский молот омой своим молотом демоноборцев разбил ребята кристалл и объявил лариана богохульником и торговцам мерзостями провозгласив его экстермис диаблос разумеется это был потрясающий акт неповиновения и он привел собрание в ярость кортес же достал песочные часы и пообещал доказать свои обвинения до того как закончатся последние песчинки ларидиан был вынужден предстать пред своим обвинителем и в ходе последовавшего затем допроса выяснилось что тот использовал несанкционированных демона хостов читал запрещенные трактаты использовал орудия да то есть как бы мужик зафоршмачился конкретно в результате ларидиан был признан виновником в ереси против императора и он был казнен самим кортесом а его пепел там был сожжен по моему в центре самой же звезды формосы и вот и сам же кортес был назначен верховным протекторатом формоза о чем он давно мечтал так вот к нему прилетают эльдары и говорят ну блин просто охрененно к такому радикалу прилетают эльдары и говорят мужик там как бы ковчеги да там ковчеги и самое смешное кортес мог бы их убить но он их послушал такой горит ладно я все понял летите летите остроухие любители щекотать друг другу очко у меня есть план и вот наш с вами кортес он начинает скажем так манипулирование ох господи иисусе он сейчас секундочку быстро вспомню он начинает манипулирование толкая великий крестовый поход тогдашний эндометус именно крыло эндометуса который там был не помню то ли это был примус то ли это было ребята квинтус вот он толкнул одно из крылов этого великого крестового похода на планету альфу а на планете альфа планета альфа это кстати ребята нарицательный мир там потому что очень много археотехов и этот мир очень сильно любят механикуса марса так вот непосредственно туда прилетели техно грабители колоссы вместе с ковчегом колоссом который так и называется капитан джулиус из ультрамаринов он же непосредственно говоря видит как вся сила там механикусов которые защищали альфу была уничтожена как вот эти вот гребаные предатели начинают высаживаться на планету и он такой блять это наша возможность это наша судьба и джулиус просто берет две циклонические торпеды которые были у него как бы на корабле берет страйк тим штурмовой отряд сразу же при при помощи штурмовых торпед десантируются ребята на как бы колосса на этот гигантский ковчег и просто уничтожая все живое что там находится он проходит к центру колосса и подрывает обе непосредственно циклонические торпеды в результате ковчег взрывается к кирам картес натирает от возбуждения свои сосочки и тут началось империум наконец-то понял что такое как бы ковчеги предзнаменований и самое главное как с ними бороться дальше ребята было блин так похоже сразу же на опять же на этот пришествие зверя то есть когда у них там да это завалить штурмовую луну таки у с ними можно бороться вот как там эти терминаторов что-то высаживать на и началось же не самое смешное знаешь в чем они буквально то есть как бы у империума это даже в беке прописано в ну как бы в самом ковчеге то что у них пошла доктрина видишь ковчег пилингуешь ковчег отправляешь космодесантников космодесантки не должны сражаться просто идут в суицид сквад самое смешное то что помимо космодесантников туда начали отправлять сестер битвы вот этим было ни хрена не смешно у сестер битвы же есть как бы силовая броня равноправие бич и вот сестры битвы вместе собственно говоря с циклоническими торпедами там молятся чантиться они врываются в один из этих гребанных ковчегов там тираниды хаситы друг друга все еще режут потому что ковчег до конца как говорится не очистили и там сестры битвы крестясь молясь кое-как доходят до центра космического корабля они даже не успевают с детонировать циклоническую торпеду мага который наблюдает за всем в реальном времени нажимает красную кнопку то есть как бы сестры битвы и бедные примарисы начинают умирать в промышленных количествах то есть ну как бы это же же деге гениально пока мы не знаем лучшего способа да блин нет же не вот ты просто подумай как бы у тебя чтобы уничтожить один этот ковчег ну реально нужна глория у тебя всего в империуме осталось ну дай боже пять глориан всего пять глориан ты как нахрен будешь уничтожать ковчеги и да чтоб ты знал ковчегов полетело больше двадцати это только первая волна первая волна насчитывала по моему 12 ковчегов потом еще двадцать докинули во штор там этих ковчегов такое ощущение что он их должна родиться какая-то новая минка суицид сквад маринс там так она же как бы с росписями своих друзей которые отправляют на этот самом самой дерьмовой броне потому что ты так сдохнешь не просто с лазганом он побежит с болтером силовая броня из пенопласта она похожа на силовую мультик кстати в этом в порно и болтер откуда мы знаем может быть это все стрибит вы находились вот собственно мы смотрели мультики из серии молот и болтер он же порно и болтер 3 или какая 4 серия 5 5 это 5 же где там сестры битвы не был пенопластовые доспехи не стреляющие болтеры которые пробивала вообще до анимация там еще было это по-любому всегда да вот я только об этом хотел сказать но к сожалению весь порно и болтер он про всратую анимацию в целом описывать блин у меня горло умирает в целом описывать то что там происходило если честно можно долго я пробегусь по самому такому про самому наверно ну по самому животрепещущему ребят так вот это даже было у нее название война на множестве фронтах так вот самый серьезный из тех войн о нападение на альфу про которую я говорил когда империум понял то что уничтожать как бы ковчеги можно и самое главное ну блин чтобы уничтожить один ковчег при помощи как бы кораблей нужно ну нужно чуть ли не два флота скинуть здесь как говорится и так пойдет так вот начинается ребята бриллиантовый коготь ковчеги во штора все еще оставались ну с поискалками а значит безумно богатым местом на археотехнологии и вот много групп отступников то есть там других хаоситов они начали брать корабли своих товарищей ну скажем так на абордаж как будто бы этого было мало другие ксеноса которые даже не известны человечеству тоже начали брать эти ковчеги на абордаж видимо им тоже нужны были археотехнологии клич был клинут закинут и на него откликнулись все да но самое главное откликнулись гребаные остроухие как бы любители щекотать друг друга очко потому что не это обычные до корсары корсары это как бы ублюдки которые сбежали из крафт ворлдов и просто занимаются реки там так вот бриллиантовый коготь это скажем так наш прекрасный рейдер эльдаров это капитан у него также называется его космический корабль так вот он непосредственно говоря высаживается на один из ковчегов там на этом ковчеге вообще жопа смерть садом то есть там ковчег кое-как удерживается там какие-то гребаные вот эти скваты лига ватанов пытаются пробиться к центру ковчега зачем непонятно какие-то гигантские биоформы тиранидов сверху полу демоны полу спейс марины пытаются остановить продвижение всего этого безобразия но наши эльдары они короче сделали главное они просто нанесли удар по демоническому духу корабля то есть вот именно по паромщику паромщика убили отступили обратно а сам ковчег начал просто вертеться бесконтрольно в воздухе и полетел в сторону империи там самое забавное то что о господи иисусе они еще думали этот бриллиантовый коготь он еще думал уничтожить ковчег или нет но такой нет пусть лучше наши любимые люди они знают что с ними делать пусть лучше они напрягут свое очко сказал он и улетел ковчег кстати назывался по моему пожиратель надежд так вот потом было клинок при сподни плотом бейла клинка при сподни насчитывал в зоне боевых действий челнота где-то наверное около 80 процентов всех своих главных капитальных кораблей вместе собственно с этим гребаным ковчегом так вот одна изнурительная компания за другой накладывала свой отпечаток на флот ковчега пока вскоре ковчег а блин что ребят там там даже немного по-другому так вот ковчег назывался голиаф так вот пока ковчег голиаф не остался один без непосредственно говоря своих скажем так кораблей сопровождения и именно тогда на этот ковчег обрушилась разношерстная банда ренегатов там целый флот был известный как джокер и слэйра ну то есть там как бы убийцы джокеров и или же просто убийцы джокера там потому что главного из них звали джокер так вот они пытались захватить военный корабль взяв его на абордаж и захватив штурмом его командный центр они планировали что смогут как говорится его удержать однако джокеры его отступники оказались лицом к лицу не со смертными или даже постчеловеческими врагами а с кошмарными полчищами демонов инфернальными абоминациями пульсирующей технологии и раздутой плоти и хуже того машинная зараза быстро начала распространяться по всем силам абордажников ужасные механические наросты вырывались из тел бедных людей из их боевого снаряжения некоторых живьем затягивала в кричащую ткань этого дьявольского ковчега другие превращались в сосуды для новых техно демонов и достаточно скоро у клинка присподней появился новый экскортный флот состоящий из мутированных кораблей вот этих вот собственно говоря как бы группы нашего джокера идем дальше о господи иисусе бойня на картозе 3 бойня на картозе 3 это вообще просто прекрасно там что из самого главного было там было ребята гул трог гул трог это у нас нурглит так вот нурглиты прилетели на кортес но очень быстро поняли то что захватить его в принципе невозможно потому что вернее не кортес а картоза потому что планета картоза это планета милитарума великих героев у них там гигантская ну да это наверное музей можно назвать у них там на планете гигантский просто музей в этом музее находится вообще все то есть там тела мощи великих героев империума и прочее 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 и защищает его невообразимые силы. Так вот, Гатрог, он очень долго сражался в надежде все-таки хоть как-то пробиться к планете. Но потом быстро понял то, что да ну нахрен, это невозможно. Ну, точнее, Гултрог его звали. Да ну нафиг, это невозможно. И он развернул свои корабли, чтобы отступить. Но тут оказалось то, что Жень, вот сейчас главное, не смейся. Как ты думаешь, кто мог инфильтрироваться в банду бедных нурглитов? Опять Эльдары? Нет! Опять Альфачи! Альфачи, которые были преданы во штору Аркифейну. Я не знаю, как они себя замаскировали так, то, что как бы обнюхав их нурглиты приняли за своих. Богом клянусь, я не знаю. Нужно было просто искупаться в говнище. Очень хорошо! Нужно было и срать постоянно, чтобы, как говорится, Амбре не остывало. Так вот, собственно говоря, Альфа-легионеры, они прорвались быстро очень к телепортариуму, перенастроили телепортариумы непосредственно ковчега Бойни. И ковчег Бойни просто телепортировал всех космодесантников, всех, кто был у него на борту этого ковчега, просто на Картозу. Причем телепортировал ровно, по сути своей, вот к этому музею. Так вот, Гулт Рок такой оказывается на Картозе 3 такой, что происходит. А там вокруг, собственно говоря, вот этого чертового музея стоит 200 Бен Блэйдов, которые наводят, собственно говоря, на Гулт Рока. Они со всего Империума собрали, что ли? Да нет, слушай, ну Бен Блэйдов-то много же, но ты чё, Жень? А, блин, это этих, Фэл Блэйдов. Фэл Блэйдов почти не осталось. Вот, Бен Блэйды, то есть их, еще знают, как их производить. Так вот, Бен Блэйды просто наводят свои мощь 11 стволов на Нурглитов, и Нурглиты такие, блядь. Но они там успели убить, по-моему, 2 или 3 Бен Блэйда, но были разорваны. Самое забавное то, что альфачи тоже телепортировались. Пока трахали бедных Нурглитов, альфачи пробрались, непосредственно говоря, в этот музей. Чё-то там оттуда украли. То ли плащаницу, то ли кинжал, сейчас уже не помню. И просто убежали оттуда. Телепортировались обратно на ковчег. Сказали паромщику то, что давай, типа, настраивай врата. Тот настроил врата, и непосредственно говоря, они ушли через врата в объятия во штора Аркифейна, который такой, ну здравствуйте, здравствуйте. Спасибо вам за ваши артефакты, благородные альфы-легионеры. Вот, а Империум спокойно уничтожил ковчег Бойни, и типа подумал, о, это победа, но на самом деле нет. Так вот, дальше пир Кракенов. Его описывать смысла вообще большого нет, потому что там флот... Давай ближе к концу. То есть у нас все эти ковчеги летят и подписываются за компанией. Ну блин, ну пир Кракенов, это реально очень забавно. Там просто, понимаешь, ковчег вместе с кораблями сопровождения, он попал в тень флота Улья. Они просто выходят из, как бы этого, выходят из варпа, и перед ними гигантская туманность, такая, знаешь, фиолетовая, через которую бьют белые молнии. Они такие, чё, блин, происходит? И тут просто целый косяк тиранидов, которые ударяются в их корабли сопровождения и сметают их. Ковчег отстреливается, везде смерть, бой! Ракеты летят в разные стороны. Капитан космического корабля достает свою подзорную трубу. Это такой старый космодистантник. Он смотрит куда-то вдаль, и там просто, знаешь, среди вот этой туманности молния ударяется, и он видит нахрен гигантскую Матерь Норн. А чтобы вы понимали, ребята, Матери Норн, они от 45 километров. Самые большие Матери Норн были замечены во время сражения с флотом Ульем, ребята, бегемот. Там Матери Норн были до 75 километров в длину. И вот тут просто нахрен удар молнии, там просто целый ковчег, одна Матери Норн. Он такой, твою налево. Тут еще один удар молнии, еще две Матери Норн. И тут вырывается 30 Матерей Норн из непосредственно, как бы, вот этой туманности. Мужик просто кричит, они ударяются в бедный ковчег, и на этом все заканчивается. Что там с ними дальше, мы не знаем. Там же еще были гачемучивания с Некронами. Упомянули Лиги Ватанов, но нам это неинтересно. Почему я упомянул именно про ковчег, ну вот как бы, который с флотом Ульем Кракенов подружился, потому что это, ребята, так называемый, скажем так, крысиный легион. У нас мало кто об этом знает, сейчас Терру осаждают тираниды. Ну как бы тираниды, они просто в крысу полетели, они полностью остановили у себя почти, ну вот эти вот там биохимические излучения, которые их тела могли бы излучать. И они в крысу долго, они там 500 лет, короче, летели, они в крысу просто летели на Теру и долетели в 42-ое тысячелетие, в 42-ом году. И сейчас на Тере очень весело, потому что, как бы, на Тере флотов почти нет, на Тере все, что осталось, это 3000 кустодианцев, потому что все остальные с Джиллиманом. Вот. И как бы начинается полная жопа. Вот. Идем дальше. Ответ Данте. Это, наверное, самое интересное. Так вот. Когда ковчег, обрушившийся на сельскохозяйственные миры пояса Сагана, глубоко в Империуме Нихилусе, скажем так, начал свое буйство, командор Данте повел отряд кровавых ангелов на перехват. Достигнув места назначения, они обнаружили Спейс Халк, ночной ужас, безжизненно дрейфующий в пустоте. Разбитые боевые корабли еретиков висели вокруг него, как гирлянды. Взойдя на борт, Данте и его боевые братья обнаружили сернистые насыпи и засохшие остатки широко распространенной биомеханической инвизии. То есть вот эти вот усики нашего Ваштора, смешанные со следами, причудливо напоминающими вот эту увядшую растительную жизнь. Там были и трупы, мертвые еретики, Астартес и культисты лежали разбросанные по всей безмолвной громаде. Некоторые имели взрывные раны, свидетельствующие от смерти от болтеров. Другие были разрублены каким-то колоссальным лезвием. Кровавые ангелы искали несколько дней, но не смогли найти никакой другой подсказки о судьбе ночного ужаса. Заказав образцы на анализ, Данте повел своих воинов обратно на свои корабли, решив узнать больше об этом зловещем явлении. Ну, это, ребята, наш с вами любимый и прекрасный лев. Это Лёвыч, и конкретно даже эти события рассказаны в книге, ребята, «Сын леса». Ну, как они не рассказаны, там в самом конце о них упоминается. Вот то, что Лёвыч там бегал, и он уничтожал эти ковчеги. Там еще такой забавный момент, то, что в третьем кампании Арксов Омена про Ваштора, Ваштор Арки Фейн, он не знает, что лев жив, он думает, что лев это один из демона-принцев, и он называет его «The Dreamer King», то есть «Грезящий царь». Ну, часто, погоди, вот Абаддон чем заканчивается? Так, идем дальше. Абаддон, короче говоря, ну, там очень много разнообразных ковчегов полегло, но самые главные ковчеги, которые должны были доставить части, их было два. Первый все доставил, все было нормально. Второй ковчег, самый важный, с ним как бы полностью обосрались. Там даже их было не два, их было три. Так вот, второй ковчег, с ним полностью обосрались, потому что его захватили какие-то там сумасшедшие кхарнатики. Там же еще, кстати, забавный такой момент был, то, что один из ковчегов уничтожили ворлдбиреры, потому что они кричали, что, дескать, эти ковчеги, они попирают имена темных богов, и типа не должны такие ковчеги летать по галактике. Так вот, собственно говоря, наши любимые ворлдбиреры, они, скажем так, один из ковчегов уничтожили, второй непосредственно важный ковчег, его пытались угнать к харнатике, туда там прилетел лично Абаддон, вырезал вообще всех, кто там находится, перенаправил этот ковчег, чтобы он летел как бы на главную свою точку. Сейчас, секундочку. И там ковчег, кстати, он назывался, на котором Абаддон летит, диссонирующая панихида. И вот, он лично начал вести этот корабль в систему Херон, чтобы добыть один из самых ритуально значимых фрагментов ключа. О, господи. У нас ключ, это какая-то херня, которую нужно собрать как конструктор. Там в чем прикол, в чем прикол. В том, что номинально есть три главных компонента и несчислимое множество меньших. То есть, меньшее число компонентов уже набрали, но нужно три главных. И три главных, они раскиданы в трех разных, скажем так, планетах. В данный момент один нашли, вот нужно найти еще второй и еще третий. И вот, планета Херон. Описывать битву, если честно, долго, да и там смысла большого нет. Короче говоря, просто-напросто взяли, высадились, изнасиловали всю планету, потому что там целый, блин, ковчег, там где-то около 80 было космодесантников, ну, 80 тысяч. В результате планету просто взяли почти подчистую сразу же. Но тут, собственно говоря, Абадон уже, когда там прорывается до финальной, вот этой вот, финальной, скажем так, финального храма, на котором находится этот ключ, этот храм еще защищают кодианцы, кодианцы там кричат то, что кодиастейнт, там два раза ритуально чуть было, не ранят Абадона, Абадон такой, ах вы суки, там, раскидывает этих, ну, как бы, кодианцев, тут он уже хочет входить, как бы, в храм для того, чтобы того, захватить последнюю часть нашего прекрасного ритуального, так сказать, ключа. И тут с ним связывается наш с вами прекрасный Ваштор Аркифейн, который говорит, мистер Абадон, мистер Абадон, мы в заднице, мистер Абадон, на что ему, как бы, Абадон, он ерится, говорит, говори прямо, что, блядь, случилось. Говори быстрее, меня кодианцы тут сейчас убьют. Вот. Я колгар не смог, кодианцы могут. Ну, так и есть, колгар, слушай, блин, Жень, мне кажется, колгар какой-то пососник гребаный. Так вот, он там говорит, типа, мои бесы, они видят все, они мои рецепторы, мои сенсоры, мои ауспики, мои разгрузки, мои бесы рассказывают мне о фрагменте запертом внутри сердца мира, кое купается в свете двойных звезд. Это фрагмент, который мы должны заполучить для наших усилий, но его, при того, скажем так, его приобретение стало более сложным. Абадон такой сразу подумал, 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 а ты говоришь о Малкобоэле, что там с ним случилось? И он такой говорит, ниже того, неожиданные махинации врага, они собирают вокруг Малькобоэна силы, слишком большие, слишком великие для любого флота, чтобы одолеть их. Весь четвертый флот крестового похода, но это вот, ребята, Кватарус Индомитус собрался вокруг, как опилки к магниту, мы не сможем заполучить часть ключа, на что Абадон начинает пафосно смеяться, собственно, сам наш демон такой, что случилось, мистер Абадон, почему вы смеетесь, на что, собственно, Абадон такой говорит, что не имеет значения, сколько армии собрали труппопоклонники на Малькобоэне. Судьба жестока к этим верным псам. Сам святой Жиллиман мог бы быть там и выйти на поле боя, и он все равно не остановил бы того, что надвигается на них. О чем вы говорите, воитель, льва, опрошает наш с вами прелюбодеснейший демон. Ангрон просто произносит наш с вами Абадон. И когда это слово слетело с его губ, оно было подобно проклятию, оно ударило по воздуху подобно кулаку и оставило после себя трещину на несколько медленных ударов двойного сердца Абадона. Когда же ваш штор заговорил вновь, его голос звучал расчетливо и заинтригованно. Я должен быть там, я сам стану свидетелем этого. На что, собственно говоря, Абадон наконец-то заходит вместе с терминаторами и фальком Кибре в, собственно, эти двери храма, в него там ударяется в огонь из-за мультикэнонов и прочего, пытается его убить. Вот, и он там кричит так ступай! Ид! Более не беспокой меня без уважительной причины! Причины! Мне нужно вести свои собственные сражения! И там под крики и эстакату выстрелов Абадон сжимает коготь хорусов, скидывает дрочниен и вонзается в ряды кодианцев, разрывая их на части и, собственно, конец. Ну, заебись! Ну, то есть следующая книжка типа будет с Сангроном? Да! Ну, я рекомендую ее перепрыгнуть и сразу начать третью, а потом пятую, потому что именно главная сюжетная линия Ковчегов, она идет как? Первая, третья, пятая? Можно упомянуть? Не обязательно так. Сегодня мы, вон, смотри, сегодня с тобой прошли, можно сказать, этот Кадий до дней сегодняшних. Ну, в целом можно, просто-напросто понимаешь, Женя, я считаю, упомянуть можно о гребаных того Тао, в которых реально ничего не было, то есть там как бы Тао, это четвертая часть кампейна Аркс оф Омэн, это одна из самых, скажем так, ненужных и неважных частей, но вот именно про Ангрона, там император встает с золотого трона, там Кхорн встает с золотого своего трона, и они начинают два старика друг друга пиздить, то есть там, я думаю, все-таки надо будет упомянуть, там же и объясняется, почему наш с вами любимый Ангрон, его типа убить так сложно, вот. Ну, это уже до следующих разов. В случае, если нашим прекрасным зрителям понравится, так что, ребята, нравится, как говорится, контент, нравится то, что Насопоченный Евгений, ваш покорный слуга Михаил делает. Мы сейчас подытожим, то есть... Так сейчас, дай я быстро того-то проагитирую, Женя. Пацаны, значит так, лайки ставите, комментарии, пишите Насопоченному Евгению, как говорится, донатики кидайте и говорите то, что хотим увидеть продолжение, без этого никак. Ну и давай подытоживаем Евгений. То есть у нас, я как человек это непричастный со стороны, грубо говоря, понял сегодня следующее. Был дядя Абадон, у которого все было не очень. Да. В этой жизни. Вдруг появился какой-то хер с горы, буквально, в прямом смысле этого слова. Да. Который сказал, чувак, у меня есть охеренный план, после чего они уединяются. Надежные, как швейцарские часы. Надежные, как швейцарские часы. Они уединяются, Абадон выходит немножко смущенный, но понимает, что план хороший. План хороший по самые яйца. После этого они прилетают, захватывают там одну планету, где уничтожают несчастных желез, кто там, железные ангелы. Да, железные ангелы. Еще раз уединяются. Да. Абадон убеждается, что план точно хороший. И, собственно говоря, после этого дядя Ваш Тор силой своих механизированных варп колдовства или прочего там своего мастерства поднимает ковчеги, засовывает туда маяки в виде псайкеров светящихся. Да, демонов, демонов, которые стали искусственным интеллектом этих кораблей. Абадон на стене своего сообщества опубликует запись всех, кто может полетать. Секундочку, секундочку. Самое главное, чтобы вы все понимали, почему ковчеги настолько гребанная имба. Потому что гребанные демоны, которых туда подселил Ваш Тор вот именно паромщики, они позволяют сразу же получить доступ ко всем кораблям, которые влиты в единую структуру ковчегов. То есть изначально вы не сможете скорее всего даже включить двигатель у ковчега. Ну, по говоря, если вы находитесь на ковчеге, вы можете там где-то в одной точке ковчега что-то запустить, кофеварку там, она заработает у вас. Да. А так, чтобы по всему ковчегу кофеварки заработали и обеспечивали люди людей кофем а главное туалеты работали, это вам вы либо орком должны быть, который кастует там своей этой либо вот это демоном должен быть, которого Ваш Тор создаст. Абсолютно верно. После этого он кидает на стене своего сообщества клич. Да. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Да. Пять первых подписавшихся получают ковчег бесплатно. Ковчег бесплатно. Те, кто не может, должны этот ковчег заштурмовать, на Гачи мучить и вы получите его в свое распоряжение. Но это еще не все. Вы получите задание, выполнив которое вы будете молодец. Реально же квест, если так подумать. Да. Разлетаются по всему этому необъятному фронту и начинают доставлять охуительные веселости нашим добрым лоялистам. Да. У которых с переменным успехом получается кого-то убивать, кого-то нет. Кто-то из ковчегов напарывается там на улей, кто-то еще что. В общем, да, и заканчивается все тем, что этот Абадон, мы узнаем, что оказывается тот ключ, о котором говорил супер-мега Ваштор, это сборная солянка, которую нужно подсобрать. И важная часть этого ключа тут главное, то что две важные части этого ключа в данный момент одна ее добывает Абадон и он ее добудет, потому что кодианцы его не остановят, а вторая на Мольни, господи, Мальни Боне и вот на Мальни Боне нужно того, как бы выпускать покемона. Там Ангрона выпускает. Да. Вот, вот такой вот сороковник. Естественно, под все это дело у нас уже миньки выходят, да? Конечно, минька нашего Ангрона уже вышла, минька как бы этого Левоча. Во штор ее только нет, во штор вышел, Ангрон вышел, минька. В общем, если вы живете за рубежом, то можете купить. Уже предзаказы на Льва, да причем Левоча уже по-моему отгружают даже, то есть Левоча можно уже прямо сейчас начать собирать краситься. В Казахстане. Ну да, к сожалению у нас в России, нет, в России он есть, просто проблема заключается в том, что на всю Россию 20 коробок и как бы натурально устраивают битвы. Я уже видел столько объявлений, где там литье начинается, что вам отольют, это точно такое же, как официальная минька и дешевле, так что это, не буду рекламировать такие сообщества, не то, что я там против или в Польче, но просто это. Возможность есть, возможность есть, это главное. Короче, возможность есть, либо лепите сами из пластилина, потом заливайте, никто вас, если у вас руки не из жопы, играйте. Мне кажется, все-таки как бы в наше время еще буквально 2-3 года и 3D принтеры все как бы, они все просто по тому поработать. Я имею в виду, что в наше время еще есть те, кто там вручную льет. Не-не-не, я-то совершенно о другом, я о том, что буквально у ГВ осталось 3-4 года, потому что потом, мне кажется, 3D принтеры, именно уровень печати 3D принтеров, он вырастет настолько, что можно будет... Цветная 3D печать неплохая, появилась. Просто-напросто у меня есть с чем сравнивать, у меня же имперский рыцарь, Жень, есть. И вот ты реально смотришь на имперского рыцаря, на то, как бы, насколько он детализирован, и смотришь, допустим, на какую-нибудь миньку, и такой, ну, которая от литья, и такой, блин, все-таки уровень еще не тот, близко, но еще не тот. Короче, 3-4 года, и все, и ГВ, ребята, будет кричать. Им нужно будет как-то пытаться того, бан накладывать на 3D-принтеры, ограничивать печати. Помнишь, как этот у нас Никита Михалков, когда понял, что технологии побеждают, он, типа, обязал ввести налог на все болванки. Это такая шизофрения была. Да, а потом болванки нахер устарели. И Михалков такой, налог на интернет! Налог на интернет, ну, ну, короче, это бред. Ну, в общем, ладно, это так, лирика отвлеклись. В общем, дорогие друзья, вот, собственно, вкратце все, что вы сегодня узнали. Это только первый ковчег. Да, мы разберем еще, выложим на YouTube. Все, что не на YouTube, есть на Zen-канале, ссылка присутствует в ВКонтакте. Там мы обозрели сериал этот Молот и Болт. Порный Болт. Смерти. Дознаватель шикарный. Дознаватель шикарный. Шикарный просто. Мы обозрели, да, можете приобщиться к прекрасному, как говорится. А, ну, а в следующий раз мы будем разбирать уже, что следующий кампейн. Да, я считаю, третий. И выйдет такое там, что собьет нас опять там какой-нибудь Origins, там новая серия. Блин, Жень, говоря предельно откровенно, вот честно, предельно откровенно, кампейны надо добить. Вот я сейчас просто-напросто пятый кампейн, тоже его дочитаю, напишу как бы план, и надо будет его пересказывать. Потому что пятый кампейн, это все-таки важная века. То есть в следующий раз мы, скорее всего, второй и третий добьем, да? Я думаю, сначала второй, потом, нет, сначала, да, второй, третий, ты абсолютно верно сказал. Упомянем второй. Блин, ну, слушай, Жень, может быть все-таки так, может быть первый, третий, пятый, а потом отдельно второй, но второй очень классный. А погоди, четвертый, что вам, блин? Да это говно, там ни хрена нет, там, блин, да кому интересно. Я могу сейчас тебе рассказать про четвертый кампейн. Там есть гребаный того, этот, Фарсайт, у которого есть орки. Орки пытаются убить Фарсайт, а Фарсайт отправляет СМС-ку, как бы, на свою родину, малую, говорит, я, я как бы готов, чтобы меня посадили в тюрьму, главное, спасите меня отсюда. Ему приходит СМС-ка, иди нахуй, Фарсайт, ты нам не нужен. Так вот, Фарсайт, у него там постоянные непосредственно... сегодня мы прослушали первый и четвертый кампейн. Тихо, тихо, у Фарсайта постоянные какие-то эти, какие-то видения. Он видит, как он абсолютно голый, облитый кровью, с топором, блядь, в руке. У него гигантское, ну вот, как бы, тело полубога. У него там везде сигилы корна вырезаны. И он такой, даааа, поднимает череп орка и начинает его сношать. Такой, я охрененный. Потом Фарсайт просыпается весь в моче, в дерьме, как правило. Вот. И он бы умер, он бы был бы полностью уничтожен, если бы не появился Лев Эль Джонсон, который вместе с Холлиным. Хорошо, давай мы с Льва отдельно, Льва просят. Да блин, одну секунду, одну секунду, Жень. Он просто появляется, заходит в кристаллический корабль, уничтожая одного варбоса. После этого все заканчивается, он пропадает из этой книги, Фарсайт уничтожает всех орков, у него осталось, из четырех великих генералов, которые были с ним, остается один. И он такой, я больше не продержусь. Он смотрит вверх, видит гигантские Аркс оф Оманы и такой, блять, да, я буду уничтожать Аркс оф Оманы. И на этом все заканчивается. Я не знаю, зачем она нужна. Дорогие телерадиослушатели. Ну что, все тогда? Да, все. Так, ребята, с вами сегодня был Божесенный Евгений. Всем пока. Наш с вами опрятный секс-холоп-сервитор Михаил Модели Компактный. Друзьяшеньки мои, ставьте лайки, как говорится, того, пишите комментарии. Надеюсь, выпуск увидит свет на Ютюбе, а может не увидит. Всем любви, бобра и процветания. До свидания.